Этот курс из трех лекций будет посвящен двум числам, ПИ и Е. Ну и, условно говоря, можно было бы так сказать, что первая лекция про ПИ, вторая про Е, а третья про связь между ними, которую я сразу выпишу. Вот. Но, на самом деле, как пойдет в реальности, возможно, какие-то куски лекций будут залезать на следующие куски тем, вот, или наоборот, да, третий никуда, конечно, не залезет, вот. Ну и если вдруг получится, что мы раньше закончим, то я какой-нибудь бонус, как это иногда бывает, какой-нибудь бонус выдам. А если нет, то, соответственно, ну вот это мы. Наша примерная программа – это, значит, вычисление ПИ и Е приближенное, но в случае с Е это совсем несложно делать. В случае с ПИ есть целый ряд интересных методов, всякие факты про ПИ и Е. И, конечно, таким гвоздем программы, то, чего не было еще в наших лекциях на Камбалге никогда у меня не было, я думаю, что у Каннеля было, это иррациональность числа ПИ. Ну, иррациональность числа Е – это очень просто, вот. А вот иррациональность числа ПИ уже требует определенного вовлечения некоторого, математического, то есть там доказательство займет, ну, как минимум пол лекции. И, видимо, это начнется сегодня и, наверное, продолжится завтра. Но до этого давайте подойдем к делу с самого начала, а именно вспомним определение ПИ. В отличие от Е, определить ПИ очень просто. ПИ определяется как отношение длины окружности к диаметру. И здесь возникает вопрос, на который надо обратить сразу внимание, что если я окружность увеличу или уменьшу, то отношение это не изменится. Да, и тут, да, тут правильно вот присутствующий очно Михаил говорит правильно, что если мы все это будем измерять на земле, например, на порядке земли, то у нас получится постепенное накопление ошибки. То есть если мы отойдем, допустим, на 100 метров проделаем круг на машине строго с радиусом 100 метров, поделим на диаметр, то есть на 200 метров полученные измерения, то у нас будет очень точно ПИ, ну, очень точно. То есть поверхность земли только может чуть-чуть мешаться здесь. Но если мы отступим на 1000 километров, отлетим на самолете и начнем строго лететь на самолете, описывая соответствующий круг диаметром 2000 километров, и когда мы поделим полученный нами, значит, прогон самолета на эти 2000 километров, уже будет, ну, на мой взгляд, где-то 3.08, вот что-то в этом духе, может, 3.1 десятая. То есть начнет съезжать вниз, потому что делить мы будем не на реальный диаметр круга, да, а на диаметр нарисованный на сфере, нарисованный на ней, то есть на большее число. А реальный диаметр идет сквозь. Я когда-то в детстве говорил маме, мама, а почему не сделают туннель прямой из Петербурга в Москву? И тогда поезд, он, ну, как бы, вот ты садишься в него, и он начинает разгоняться, просто под силой тяжести. Выкачать оттуда нафиг воздух, он, соответственно, разгонится, да, очень большой скоростью, больше самолетной, по сути, да, в середине где-то, к балагому. И, ну, да, лучше всего еще и как-то подвесить, но даже, я думаю, что это на идеальных рельсах, но это, в общем, будет очень магнитный, да, но они идут по поверхности, да. А здесь вот, как бы, то есть ты делаешь абсолютно прямой туннель, вот, и в Петербурге он тормозит, естественным образом, просто обратно. И я, значит, ну, можно еще чуть-чуть его вначале разогнать и в конце затормозить, чтобы побыстрее. И мама сказала, тогда тебе задача, мама тоже закончила, у них мать, как и папа, тебе задача, мы как раз ехали в Сапсане в этот момент, в 1988 году это было. Мы ехали в Сапсане в Петербург, не в Сапсане, я вру, в Сапсанск туда не было никаких, это назывался Р-200. Соответствующий поезд ходил в этот момент уже, и назывался Р-200, был таким суперновым поездом со скоростью, огромной скоростью, около 200 он умел делать, и он за 5 часов ходил. Ну и вот, и мама попросила меня решить задачу, в каком расстоянии от поверхности Земли мы будем в районе Балагова. Вот, и это вам первое упражнение. Вот, ну в общем, идея в том, что если из Москвы в Питер еще мы вроде как не касаемся вот этих вот внутренностей, где все раскаленное, то из Москвы в Селимбург уже точно коснемся. Но возможно, что из Москвы в Питер уже коснемся, на самом деле. Ну вот, так что, если вы будете продолжать такие измерения на поверхности Земли, то дойдя до радиуса 10 тысяч километров, вы получите значение π равное 2. Поэтому нужно понимать, что речь идет о некотором фундаментальном математическом свойстве абстрактной плоскости, да, вот абстрактно-плоского мира, что это отношение одинаково для всех окружностей. Вот, ну и это как бы, да, это просто наблюдаем, ну вроде как наблюдаемая реальность или аксиома, как угодно. Вот, ну и на плоскости Лобачевского тоже нет никакого π. Только там другую сторону все там, вот в эту сторону, и π начинает увеличиваться постепенно. Если я не сказал сейчас глупость, по-моему, не сказал, нет. Вот, значит, ну а теперь вопрос, как его измерять. Ну и здесь тоже была целая история вопроса. Например, в Египте древнем его измеряли так, говорили, что если построить квадрат на восемь девятых локтя, что значит восемь девятых локтя? Это значит, что если ваш диаметр круга содержит девять локтей, локтя такая вот универсальная система мер, да, в древнем мире, то на восемь локтей как раз и будет квадрат построен в такой же площади, как круг. Давайте поймем, какому приближению числа π эта ситуация соответствует. Ну, по сути, если мы ее как бы переведем в четверть, да, четверть, вот четверть у меня будет, давайте, значит, радиус, пусть радиус равен единице, да, и радиус круга. Тогда вот эта вот πr квадрат формула для площади, которую мы еще докажем чуть-чуть, формулу для площади, мы докажем. Но заметьте, между прочим, я обращаюсь сейчас ко всем вот слушателям, да, что при том, что π по определению является отношением длины окружных диаметров, считать, что π также по определению, вот такая, такой коэффициент пропорциональности между площадью круга и величиной r квадрат, мы никак не можем, это надо уже строго доказывать. Определение можно дать только один раз, если вы два раза дадите определение, вы либо зайдете в противоречие, ну, либо вы как бы автологически что-то повторите. То есть здесь как бы будет сторонний вывод, что площадь круга с такой формулой. Но как бы забегая вперед, понятно, что все присутствующие ее знают, особенно присутствующие здесь вживую в комнате. Вот, и, соответственно, здесь будет π на 4, вот это вот, вот это вот, этот сегмент, да, вот эта долька будет π на 4. И утверждается египетскими, значит, соответственно, учеными, да, или практиками, что это то же самое, что, значит, 8 девятых, да, 8 девятых, возведенные в квадрат. Да, от этой единицы мы 8 девятых берем и как раз получили. Сейчас у тебя 4 девятых, соответственно, я отправлюсь через половину. Где? А, не, ну это, 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 это как бы... Не, ну просто если от этого диаметра 8 девятых вот этот, то от половины тоже половина 8 девятых. Ну и, соответственно, ну здесь просто нарисовано плохо. Вот, и тогда мы получаем формулу, что π равно 4 жды 8 девятых квадрат, то есть 256 в 81-х. Полезно разложить это в так называемую цепную дробь, если кто с цепными дробями не знаком, то сразу же давайте с ними познакомимся. Это такая процедура, когда я выделяю целую часть, это 3, остается 13 в 81-х. И вот эти 13 в 81-х я переворачиваю, делаю из них 81 в 13-ю. Но 81 в 13-е это 78 в 13-х, и еще 3 в 13-х. То есть 1 делить на 13 в 3-х. А 13 в 3-х это 12 в 3-х, и еще 1 в 3-х. И когда внизу оказывается целое число, я заявляю, что цепная дробь полностью выписана. А если целое число не появляется никогда, то я заявляю, что число, которое я записываю в цепную дробь, имеет бесконечную цепную дробь. И это пока дадим в качестве упражнения, но как бы это упражнение доказать, что число имеет бесконечную цепную дробь тогда и только тогда, когда оно не является обыкновенной дробью. То есть говоря нашим математическим языком, тогда и только тогда, когда оно иррационально. То есть цепная дробь – это такой объект, который дает бесконечную запись для иррациональных чисел и конечную для иррациональных, что очень удобно. И вот такое получается у нас приближение числа Пи. И это, значит, древний Египет. Так, далее, как у меня написано, Архимед, я всегда забываю имена, путаю Пифагора, Архимеда и Евкида. Вот есть три человека, которых я пупзываю по кругу в любой перестановке. Ну вот, у меня записано, что Архимед получил вот такое приближение, которое еще лучше, как ни странно, чем египетское. Если его разложить в цепную дробь, а можно иногда переставлять отсюда вот сюда, чтобы одно ухо не уставало? Это пофиг. А, то есть при переносе из уха в ухо... Я не знаю, иногда это зум. Ясно, я думал, что это когда из уха вынимаешь, сразу зум. Зумер в ухе есть такая болезнь, про которую неприличный анекдот есть, но я не буду его здесь рассказывать. Вот, да, тут зум в ухе, да? Не зумер в ухе, а зум в ухе. Вот, и вот это уже начало настоящей цепной дроби. Извините, пожалуйста, вы камеры перевернули. Камера перевернулась. Простите, спасибо огромное. Сейчас попробуем настроить. А так? Да, все хорошо, спасибо. Все хорошо, да? То есть я то вверх ногами, то так, как будто я ныряю, да? Куда-то, а, боком. Вот. И вот это вот приближение, оно более точное, чем гораздо более длинное, вот это приближение. И оно на самом деле, ну, пи, мы можем пытаться, зная там точно приближение цепной дроби, раскладывать его в цепную дробь. Никто нам цепную дробь как таковую с неба не подарил для цепной дроби. Если бы подарил, было бы классно. Но Господь Бог подарил нам цепной дроби только для чисел с квадратными корнями. Но об этом отдельный курс лекций, сегодня не будем об этом говорить. Вот, вот если бы были квадратные корни, то тогда цепная дробь может быть получена сразу в виде периодическом и понятно каком, соответственно, очень быстро можно с помощью нее все доказывать про такие числа. Пи не такое. И, соответственно, мы, наоборот, за каждый следующий коэффициент цепной дроби мы боремся, как львы, значит. И вот это действительно начало настоящей цепной дроби. Но следующее приближение я подозреваю, что уже Пифагорова, но в комментарии можете поправить. Это очень хорошее и точное приближение. Пи примерно равно вот этому числу. И если вы поделите 355 на 113, вы получите натурально 3.141592. То есть миллионная доля приближения менее, более чем на одну миллионную. То есть мы на... Неправильно я говорю. Это число ближе к числу Пи, чем одна миллионная. При том, что числа, казалось бы, какие-то совсем небольшие. И запомните это очень просто. Нужно записать 113355, поделить пополам и отправить вторую часть числителя, первую номератель. Ну, а это полезная разложительная дробь. Ну, как бы я на самом деле помню это наизусть. Вот, 16-е. А вот чтобы оценить, почему это такое офигенное совершенно приближение, надо посмотреть, проверить, что идет дальше. Дальше идет 292. Здесь я могу ошибаться, но кажется именно так. И понятно, что в результате вы игнорите менее чем одну 222-ю вот на этом этаже. А у цветных дробей все так устроено, что если вы что-то игнорите на каком-то этаже, то степень игнорирования, как бы она... То есть здесь все очень сильно кверху, степень точности все время возрастает. Сильно-сильно возрастает. Поэтому вот это вот мы тут игнорим одну трехсотую, грубо говоря, а наверх уже игнор идет в одной миллионной. Ну вот такие приближения для каких-то разумных целей годятся, но даже вот это приближение не годится, если вы хотите, например, запустить какой-нибудь спутник, который очень ювелирно сядет на Марс, иначе там какие-нибудь кристальные вазы поломаются, и нужна там такая сверхточность, что нужен там десятый, пятнадцатый знак числа Пи или двадцатый. И тогда возникает вопрос, давайте я сотру все, возникает вопрос, а как измерить число Пи с любой степенью точности, которая вам только нужна? То есть вот как составить рецепт вычисления числа Пи? Ну, как бы первым делом могу сказать, что был в каком-то веке, я жил некий Лудольф веков пять назад, и он очень такой был прилежный, и доставал своего научно-руководителя, научно-руководителем был кто-то из известных ученых, к сожалению, сейчас не помню кто. И тот его достал, и он ему сказал, ладно, иди в качестве задания просто вычисляй шестьсот там знаков, по-моему, числа Пи. Вот, и он удалился, через два лет пришел и вычислил их. И он даже говорит число Лудольфа, как бы Пи, да, число Лудольфа. Вот, да, А, есть еще один гениальный способ, связанный с иглой Бюфона. Что? Птолемей? Не Лудольф? Нет, я не знаю, Птолемей дал задачу. А, Птолемей дал задачу. О-о-о-о, да. Вот, ну и понятно, что в этом случае человек просто... Ой, это же не тот фломастер, который нужен. Сейчас надо его убрать. Вот этот. Вписывал вот такие вот, как бы, много-много-много-многоугольники и вычислял их, значит, ну, там, два-н-ый угольник. Довольно легко в антирикулезной формуле вычислить. Но будет очень медленно сходиться. То есть, как бы, это действительно рецепт вычисления числа с любой точностью. Вот, и можно даже оценить скорость сходимости, она будет достаточно медленной. Вот, есть также метод, связанный с теорией вероятности. И вот тут Миша подсказывает, есть такая, есть такой факт, который я как раз, наверное, дам тоже в качестве упражнения доказать. Давайте кидать сверху иглу ровно вот такой длины, ровно, на вот такую излинованную плоскость. И будем считать испытание удачным, если игла не касается ни одной линии. И неудачным, если она линию пересекла. Ну, когда у нас происходит что-то вот в этом духе, мы будем считать, что это произошло с вероятностью ноль, как всегда бывает интегрирование. Вот, поэтому игнорируем. Ну, и вот я предлагаю всем посчитать вероятность события, что у нас произошла удача в модели, в которой как угол поворота случайен и равномерно распределен полностью, так и сдвиг центра относительно этой серии. То есть это двумерный случайный процесс, как бы сказать, на... Двумерный случайный процесс, ну, фактически, на самом деле, на Торе. Интегрировать надо на Торе, но на Торе интегрируют на третьем курсе университета на гладких многообразиях. Поэтому достаточно, в принципе, проинтегрировать угол от нуля до Пи и расстояние, например, отсюда до сюда. Вот этот центр. Вот центр может попасть прямо сюда или вот до середины, и считать здесь равномерный от нуля до Эль пополам, это я просто советую, как решать эту задачу. А угол случайный, кстати, до Пи пополам достаточно. Вот. То есть можно считать, что угол равномерно распределен от нуля до Пи пополам, а положение центра равномерно распределено от нуля до Эль пополам, у вас получится некоторая картинка, значит, такой прямоугольничек, внутри которого будет множество удачных событий иметь некоторую площадь. Ее нужно поделить на площадь всего прямоугольника и получить ответ. Ну, а чтобы поделить там, ну, как бы, чтобы вычесть площадь, нужно будет проделать операцию интегрирования. Вообще, как бы, интегрирование, в нашем курсе будет появляться несколько раз. Вот. Так что вот такая задача надо вычислить Пи с помощью иглы Бюфона. Вот. Пока я стираю, расскажу веселую историю. Арнольд нашел статью, Владимир Игоревич Арнольд, наш великий ученый, соотечественник, который умер лет 10 назад. Он нашел статью, в которой было написано. Статья называлась «О фонтанирующей деятельности китов». И там была формула для вычисления объема кита, значит, гриландского кита. И было написано, если видите вдалеке фонтан кита, и можете на глаз представить себе его примерную длину и примерную толщину. И дальше пишется формула Пи, значит, Иль пополам в квадрате. Нет, толщина. И, значит, Иль пополам в квадрате. Ну, толщина, не знаю. Илья пополам в квадрате на длину. Ну, то есть, понятно, формула объем цилиндра написана. Вот. И дальше совершенно гениальная фраза. Где Пи для гриландских китов равно 3? И Арнольд пишет, что, судя по всему, Пи для других пород китов должно быть каким-то другим числом. Вот. Ну, вот Пи, да, Пи, как мы уже договорились, оно одно и то же. Значит, так. Теперь сейчас мы перейдем к более крутым методам. Но перед тем, как мы перейдем к более крутым методам, я хочу доказать, строго доказать, что площадь круга, как функция его радиуса, равна Пи Р квадрату. Вот. И это мы сделаем с помощью следующего соображения. Да, все доказательства, которые проводятся в моем курсе, будут, ну, такие, как бы не до конца строгие. То есть некоторые вещи я буду опускать для осознания, там, может быть, строгой проверки и так далее. Вот. Значит, как я буду это делать? Делаем так. Вычисляем S' от R и S от 0. Ну, последнее, понятно, равно 0. Вот. То есть если радиус равен 0, то площадь круга такого равна 0. А вычистить производную мы сможем с помощью следующей картины. Вот у меня было S от R. Вот оно. И это было R. Теперь я строго по определению производной должен прибавить сюда маленькую какую-нибудь H. Значит, S' от R по определению равно пределу при H стремиться к 0. S от R плюс H минус S от R делить на H. Это просто определение производной. Если кто-то вдруг с ней никогда в жизни не встречался, то вот вам первая встреча с производной. Будем знакомы, что называется. Меня зовут Производная. Да, очень приятно. Царь, очень приятно. Царь. Вот. Очень приятно. Производная. Значит, соответственно, я должен взять разность между площадью круга, у которого радиус увеличен на H. И исходного круга. И понятно, что это будет полоска, которая будет иметь ширину H, а длину, ну, типа, да, капитан очевидность говорит, что она будет иметь длину 2πr. Просто по определению числа π. Да, ну да, да. То есть как бы с точностью только каких-то там может быть небольших. Ну, в общем, если ее теперь разрезать здесь и вытянуть во всю длину, то у меня получится прямоугольничек, у которого будет H ширина и 2πr длина. Ну да, с точностью до. С точностью до того, что при выворачивании с площадью могло чуть-чуть что-то произойти. Ну вот, если мы этот момент как раз проглотим, и будем считать, что ничего особенного с ней не произошло, то это примерно то же самое, что предел, то есть это то же самое, что предел, а примерно то же самое будет внутри. А здесь нужно будет написать 2πr, H минус 2… Значит… Ой, стоп, 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 стоп. Да, 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 все уже. Наверху, вот внизу H, а эту разность мы уже вышли, это 2πr H. Вот. И вот теперь как бы, вот если мы считаем, что вот это отличается от этого на что-то порядка малости H квадрат, то тогда у нас получается предел фиксированной величины при H стремится к нулю, константы, то есть это просто она сама. Вот. Поэтому это 2πr, и значит, что производная функции S равна производной функции πr квадрат. вот, а в нуле они одинаковые. πr квадрат, πr равно нулю, равно нулю. То есть площадь как функция TR и πr квадрат как функция TR должны иметь одну и ту же производную, то есть наклон в каждой точке, и стартовать из одной и той же точки. Из чего? Очевидно. Да, разность имеет производную ноль, но как может функция иметь производную ноль? Только если она константа. Но если это константа еще и в нуле ноль, то значит, она равна нулю. Значит, они очевидно совпадают. То есть эти 2 функции должны совпадать, а следовательно мы доказали. Все. Плюс. Ну вот. Да, да, это чисто физическое. Это вот физическое доказательство в чистом виде. Две функции вроде одинаково бегут, да, с одной скоростью. Ну, две машины одинаково. С одинаковой скоростью. Вот это на это, да, где? По сути. Ну да, 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 да. Где вот это вот кольцо, кольцо. Ну, визуально понятно, да, то есть те, кто физики нас слушают, тем вообще все очень видно. А математики будут еще проверять, что все, в принципе. Так, ну, отлично. Значит, этот должок я отдал сам себе и вам. Теперь мы знаем, что площадь круга – пьер квадрат. Там надо намного-много мелких этих царных кусков поделить, да. Ну, здесь, да, здесь… Нет, строгая доказательство, да, требует еще некоторых обоснований, разрезаний на кусочки. Но в целом понятно, вот разогнули и все. Вот. Так, ну что, переходим к более крутым методам, которые тоже связаны на самом деле с интегрированием. Итак, сейчас мы будем вычислять число пи. Вычисление пи. Значит, сейчас мы рассмотрим такую функцию, как тангенс х. Тангенс х я подставляю в качестве х, сколько я проехал по окружности, и буду измерять в радианах. Доезжаю до точки и вычисляю угол наклона и, что то же самое, точку пересечения с вертикальной вот этой прямой. Вот. Тангенс х. Ну и, как бы это сказать, чем я, пожалуй, буду пользоваться, это вот такой формулой для производной. Или косинус квадрат? Косинус квадрат, верно. Косинус квадрат, да. Знаете анекдот про систему? Знаете анекдот про систему? Говорят реальность. В какой-то момент, это сейчас в Долгопе все так хорошо, а когда-то, даже еще в моем детстве, там ходили банды местных, как бы, ну, гопарей, вплоть до того, что там за одним товарищем гнались, стреляя ему в ноги, и он, значит, ели в последние секунды успел сесть на новодачный, ему не попали, но это было очень жестко. И вообще, как бы, раньше в физтехии били морду студентам постоянно, и в какой-то момент студенты разозлились, сколотили коллектив и стали бить морду всем, кто не отвечает на вопрос, чему равна производная синуса. То есть, ну, как бы, понятно, свой чужой определялась поэтому. Ну, в общем, к сожалению, по морде получил один очень известный профессор, который просто чуть-чуть забыл со знаком, там, минус косинус или косинус. Вот. Так что, всякое бывает. Косинус квадрат, конечно. Вот. А тогда, значит, теперь мне, на самом деле, нужна формула арктангенс. Арктангенс. Вот. Мне нужен арктангенс. Арктангенс, да? Тангенс икс. Ну, арктангенс, ну, если я икс напишу, будет, наверное, не очень приятно. Давайте з напишу. Как мне вычислить производную от обратной функции, да, то есть, которая мне вот сюда выдает з, а, то есть, на входе у нее з, а на выходе у нее вот от з. Ну, известно, как связанные производные прямой и обратной функции тут как бы ситуация такая, что мы в одном случае вычисляем тангенс угла наклона вот так вот, а в другом случае, наоборот, вот так вот, когда мы переворачиваем на 90 градусов, у нас получается, что это к этому, то есть, это к этому или это к этому. Понятно, что противоположные величины, то есть, вычисления производной от функции прямой и обратной связаны тем, что это 1 делить на. Ну, и тогда мы можем написать, что это 1 делить на тангенс. Ну, да, типа того, да. Мы просто отражаем относительно диссектористы и получается обратная функция, Прямая функция обратная связана с таким отражением. А значит, и производная испытывает, значит, просто обращение. Но, нужно понять, где, то есть, вот это 1 делить на тангенс штык, только где. Я вычисляю от арктангенса в какой-то точке, но ясно, что когда я переверну, будет уже будет вычисление вот в этом значении. То есть, у меня арктангенс в точке z имеет производной такой же, как тангенс в точке арктангенс z. То есть, у меня вот, допустим, это вот был арктангенс и вот был az. Я вычисляю здесь производную. Но, если я переверну, то тангенс будет вычисляться как раз в точке арктангенс z. И производная от него, конечно, там же. Поэтому это тангенс штрих при подстановке арктангенс z. Вот. То есть это, соответственно, 1 делить на тангенс штрих, то есть косинус квадрат, от арктангенс z. Вот. Ну и что нам теперь нужно сделать? Да, нам нужно тангенс, косинус превратить в тангенс. Вот. Ну, а, собственно, упражнение заключается в том, что это равно 1 делить на 1 плюс z квадрат. Вот. То есть, когда вы аккуратно переведете, да, это тригонометрия, это там всякие, что-то-сё. Вот. А почему это нам важно? Почему это круто? Почему круто, что арктангенс, значит, вот это просто упражнение. Вот это вот здесь. И в результате получается очень крутая формула, состоящая в том, что арктангенс штрих z равен 1 делить на 1 плюс z квадрат. Но в пределах между нулем и единицей, между, ну, на самом деле, минус 1 и 1, строго между, строго между минус 1 и 1, это будет равно 1 минус z квадрат плюс z в четвертый минус z в шестой плюс z в восьмой и так далее. Потому что геометрическая прогрессия как раз будет, так сказать, формула для вычисления полной суммы. То есть все будет в порядке, если z по модулю уменьшить. Дальше. Из этого следует, что сам арктангенс z, это уже вас научат, на самом деле, аккуратно, там где-то в начале второго курса, скорее всего, что если производная некоторой функции равна некоторому ряду, то она сама равна ряду из первообразных. То есть я должен поинтегрировать каждый член, но это происходит при абсолютной сходимости, при ситуации, когда, ну, в данном случае, когда... То есть эту формулу можно будет применить для всех z строго внутри вот этого интервала. У меня что-то в ухе. Зумер. А, понял. Все хорошо слышно, да? Все хорошо слышно. Да, как многочлен, только бесконечный. И это очень удобно тогда, когда это работает. Ну, вот, собственно, главное достижение мат-анализа 19 века, пожалуй, то, что была разработана теория абсолютно сходящихся рядов. И для абсолютно... Это уже с комплексными переменами здесь нам не нужно пока комплексного ничего. Но потом понадобится через два дня. Вот. И, соответственно, когда мы внутри радиуса вот такой абсолютной сходимости находимся, ну, в данном случае нам важно понимать, что если z отделена от единицы по модулю, то даже если я здесь везде плюсы поставлю вместо минусов, все равно ряд будет сходиться. Вот. И тогда эту формулу, значит, можно проинтегрировать, и арктангенс будет равен некоторой константе. Плюс, соответственно, мы интегрируем каждую из них, ну, интегралы от степеней, ну, это, наверное, знают все, да, z в кубе на 3, z в 5 на 5, z в 7 на 7 и так далее. Константа очень быстро и ясно, что равна нулю, потому что нужно подставить арктангенс нуля, который равен нулю, и, соответственно, ее нет. Поэтому арктангенс просто равен вот этому вражению. Вот. Дальше существует некоторая манипуляция. Вот это вот мы запомним. Дальше я скажу, что некоторая манипуляция с предельными переходами все-таки позволяет подставить z равно единице. Осторожно можно поставить. Осторожно можно. Да, там будет как бы вот отдельно, в Зоричи это отдельно, да, описывается там на полторы страницы, почему это можно делать в данном случае. То есть это отдельное обоснование. Но дело в том, что на самом деле я сейчас вам чуть позже подаю такую формулу для вычисления π, что вы просто пальчики оближете, а никаких фокусов уже не нужно будет. Все будет действовать внутри, строго далеко внутри вот этого интервала. То есть я сейчас покажу, как вначале исторически все прошло, а потом скажу, как сделать, чтобы было вообще круто. И вот это круто выдумал на самом деле никто иной, как Леонард Тейлер. А вот это знали и до него. И что же знали? А вот что. При подстановке z равно единице. Вопрос к чему? Нечетные идут. z в первой минус z в кубе на 3, плюс z в пятой на 5, минус z в седьмой или что-то другое. Вот эти, да? Нечетные степени. Нечетные знакопеременные, нечетные степени. Да, если я подставлю z равно единицу, то у меня возникнет вопрос, чему равен арктангенс единицы. То есть я проехал вверх один и пытаюсь выяснить, что за угол дает арктангенс единицы. Но, ребята, это же 45 градусов, да? Но 45 градусов, это значит, что я по окружности в радианах прошу ровно четверть полуокружности. А полуокружность это π. Поэтому π делить на 4 равно арктангенс единицы. И равно, осторожно, осторожно, равно 1, минус 1 треть, плюс 1 пятая, минус 1 седьмая, плюс 1 девятая и так далее. Знакопеременная формула. Вот достижение, по-моему, Гаусса. Но честно, опять ее не убери на 100%. Может, кто-то подскажет, кто вывел эту формулу. Она медленная. Кто? Лейбниц. Еще раз. Лейбниц. Лейбниц. Гаусс уже ее должен был знать. Это Лейбниц. Вот. Вот это Лейбниц. Вот. Он вывел ее. Но она, конечно, прекрасная, но медленная. То есть, если вы хотите знать до 20 знаков, вам придется миллиард, миллиардов раз вычислять. Потому что только после того, как сам этот член станет меньше, чем один на 10-20, вы будете уверены. Ну да, там можно, конечно, попытаться как-то улучшить. Что на самом деле крутая формула, она будет выглядеть совсем по-другому. А знаете, как она будет выглядеть? Она будет выглядеть так. Давайте рассмотрим такую формулу. Тангенс суммы углов. Ну, учат ее в школе, учат в школе, учат в школе. Сейчас я, кажется, даже не ошибусь. Это сумма делить на... Вот тут, кстати, вот эта вот тригонометрия – это некоторая магия, да, связи плюсов и умножений. И эта магия связана с комплексными числами, конечно. Потому что именно в комплексных числах при умножении умножаются длинные и складываются углы. И именно это и дает там сверхсилу вот эту фантастическую методам комплексного и арифметики, и анализа комплексного. Вот. Но, в общем, так или иначе, есть такая формула, да? Давайте теперь попробуем подставить в нее вместо альфа арктангенс одной-второй. Зеленый, наверное, не виден. Красив, но не виден. Красный вряд ли виден. Тогда будет синий. Значит, альфа подставляем арктангенс одной-второй. А бета – это арктангенс одной-третьей. Тогда можем продолжить и получить, что это одна-вторая плюс одна-треть, да, потому что мы взяли тангенс, это арктангенс, правильно? Это вверху, а внизу один минус одна-вторая умноженная на дву-треть. Вверху пять-шестых. Даже Света Саватеева уже легко эти дроби складывает. А внизу один минус одна-шестая. То есть тоже пять-шестых. О, какая удача! Тангенс альфа плюс бета равен единице. Ну, это означает, что альфа плюс бета. На самом деле равно арктангенсу единицы. То есть все тому же пи на четыре. Итак, на самом деле не так надо вычислять пи на четыре, а совсем по-другому. Надо вычислить арктангенс одной-второй и арктангенс одной-третьей и сложить. Вот, то есть на самом деле пи на четыре равно просто арктангенс одной-второй плюс арктангенс одной-третьей. Вот такая формула. То есть арктангенс один равен арктангенс одной-торой плюс арктангенс одной-третьей. Но в чем состоит величие этого? В том, что здесь становится сразу экспоненциальное убывание членов. Если z здесь брался равным единицей и ничего с ним не происходило, то теперь в одном случае z будет браться степенями числа одна-вторая, а во втором случае степенями числа одна-треть. И что же мы получим? Что, например, для миллиардной точности что нам нужно взять? Ну, давайте посмотрим. Значит, так, арктангенс одной-второй равняется одна-вторая минус одна-вторая в кубе делить на три плюс одна-вторая в пятой делить на пять. Скажите, в момент, когда это станет меньше одной миллиарды? Ну, это точно, да. Значит, тут у нас с плюсами идут 4k плюс один, значит, одна-вторая в степени двадцать девять. Делить на двадцать девять – это… Привет! Надеюсь, присоединяйся. Вычисляем π на четыре с суперметодом Эйлера. Вот. Вот такая формула. Арктангенс единицы оказывается равен арктангенс одной-второй плюс арктангенс одной-третьей. Ну, до этого проверялось с помощью. Вот. Так вот, дальше вот это уже сильно меньше одной миллиардной. И, значит, здесь уже точнее, вот уже посюда будет точнее один на десять девятый. Но если вы хотите один на десять в двадцатый, ну, возьмите еще несколько членов до какого-нибудь там семисть какого-то. Это все равно будет тридцать там слагаемых этой суммы. Ну, а арктангенс одной-трети – это еще быстрее. Это одна треть минус одна треть в кубе делить на три плюс одна треть в пятой делить на пять. Ну, и вот, смотрите, уже даже на уровне девяти, что у меня, одна треть в девятый делить на девять – это один на три в одиннадцатый. Ну, да. На самом деле, мы уже уехали там хорошо за десять тысяч. И если еще несколько раз, я думаю, что там плюс-минус там одна треть, ну, плюс там одна треть в сорок первой делить на сорок один. Ну, нет, здесь, да, я имею в виду, если вот тут брать одну вторую, там, шестьдесят первый, например, да, делить на шестьдесят один. Да, я хочу десять, там, восемнадцатый, двадцатый. Вот, тогда здесь где-то тридцать, а здесь где-то двадцать. Вот у вас пятьдесят слагаемых этих сумм дает вам точность, которую точно уже вот прямо для любой посадки на Марс годится, для чего угодно годится точно. Вот, то есть пи стоишь до двадцати знаков, хотите до ста, ну, еще несколько слагаемых. То есть в этом случае пи вычисляется очень быстро. И, соответственно, в общем, быстрее уже, может быть, нужно только для чисто математических статей. Что я, типа, я крут, я могу еще сократить до трех шагов, до тридцати. Но ни для какой реальной задачи по вычислению уже быстрее не нужно, поэтому фактически мы говорим, что Эйлер поставил точку в задаче вычисления пи с большой скоростью. Вот. Так, ну что же, я обещал, я обещал еще формулу, еще одну формулу Эйлера, короче. Эйлер еще и не это сделал, он еще кое-что сделал. Значит, сейчас я расскажу, что. Что? Да, та, которая сейчас будет, она не высшая. Но зато она так выглядит вообще. Значит, итак, я отчадиваю момент, когда я буду доказывать иротональность числа пи, но не бойтесь, у нас еще две лекции впереди. Поэтому это все равно настанет обязательно. Да, и не надейтесь, иррациональность от вас не уйдет. Итак, пока я хочу напомнить тем, кто не знает, точнее напомнить тем, кто знает, и дать задачу тем, кто не знает, доказать, что вот эта вот сумма обратных чисел натуральных, так называемый гармонический ряд, стремится к бесконечности, то есть становится больше любого наперед заданного числа. Хотите миллиард, можно оценить, когда настанет больше миллиарда. Хотите триллион, можно вполне оценить, когда настанет больше триллиона. Вот, и подсказка состоит в том, что, например, больше триллиона настанет в момент, когда мы возьмем 2 в степени 2 триллиона слагаемых. В этот момент она будет больше триллиона точно. Вот, но задача, значит, упражнения тем, кто никогда его не делал, доказать вот это вот упражнение. А вот если я поставлю сюда квадраты, то есть совсем детское доказательство, совсем детское, о том, что эта штука уже не бесконечна, что она при любом количестве слагаемых, я вчера пытался цвете это объяснить, говорит, как, говорит, в смысле, бесконечное количество слагаемых и конечная сумма? При, наверное, в талантах. Ну, на квадратах. Я потом сказал, что на степенях блоки, значит, очевидно, яблоко режешь пополам все время, и все. Вот, но вот как бы для ребенка, в принципе, да, понять, что какие-то бесконечные суммы могут быть конечными, это уже такое открытие, серьезно, я помню, что для меня это было большое открытие. Вот, но вот почему вот эта вот сумма будет конечной? Ну, проще всего сделать следующее, засунуть ее куда-то. Вот я ее засуну в некоторые две коробки, в суммарной площади уменьшен, ну, в суммарной площадью 2. Ну, я засуну единицу в свою собственную коробку, квадратную, значит, коробку, да, вот один будет являться площадью вот такого вот квадрата, и все. А все остальное я засуну в еще один такой квадрат. Вот, зацените, да? То есть, как я это засуну? Ну, вот этот вот, вот это, очевидно, площадь квадрата со стороной 1,2. Это удобно, что квадраты, значит, площадь квадрата. Значит, соответственно, площадь квадрата со стороной 1,2, а следующая слагаемая площадь квадрата со стороной 1,3. Вот они, две. Хорошо. Дальше я провожу черту. Следующий квадрат будет иметь площадь 1,16 и будет представлять из себя квадрат размера 1,4 на 1,25. Да, четыре следующих я всю загоню в 1,4. То есть, это будет 1,5, 1,6, 1,7. Дальше будет квадрат со стороной 1,8, и все следующие 8 квадратов я прекрасно загоняю в эту полосу. Дальше я отменяю, ну и понятно, что никакого конца и края этому не будет никогда, да? Никогда я не буду иметь каких-либо проблем с засовыванием очередных слагаемых внутрь этого последнего квадрата, а значит, вся сумма меньше 2. И тут приходит Эйлер и заявляет, эта сумма равна π квадрат делить на 6. Вот так вот. И мы сейчас совершенно подонковским методом это докажем. То есть, игнорируя все, что только можно игнорировать, но все-таки будет примерно понятно, откуда это взялось. Итак, сейчас мы будем доказывать эту формулу для тех, кто не успеет догнать за этот вот сейчас, за этот рассказ. На канале Wild Messing примерно полтора года назад присутствует видео, которое называется «Саватеев уничтожает сумму обратных квадратов», которое записано здесь, в Измайловском парке. Ведущий канала Wild Messing пришел сюда, записал меня здесь, прямо под дождем, мы писали там внутри Измайловского парка, глубоко-глубоко там внутри деревьев. А потом он еще и записал комплекс зарядки от профессора Саватеева, который тоже лежит уже на моем канале, не на его. Ну, в общем, короче, мы дружим с каналами и просто дружим с ним. Вот, так что вы просто откройте, и там все будет очень подробно изложено. Ну, а сейчас мы попробуем это сделать. Итак, мне нужно посчитать такую сумму. Ну, начну я очень издалека. А именно, давайте представим себе эту функцию, как синус х. Вот х, а вот синус х. Она будет иметь такую вот форму. Ну, и понятно, она, как сказать, будет иметь нули, да, имеет нули в кратных, в целых кратных числа пи. Ноль плюс-минус пи, плюс-минус два пи и так далее до бесконечности. Ну вот. Ну, а если бы он был бы, значит, многочленом, да, если бы, да, если бы таковы, если бы синус х был многочленом, то по теореме Безу он делился бы на, соответственно, на такое выражение, как х, умножить на х минус пи, на х плюс пи, на х минус два пи, на х плюс два пи и так далее. Ну, при удачном стечении обстоятельств он оказался бы даже равен этому выражению, потому что других комплексных, допустим, корней у него нет. Ну, на самом деле, у синуса нет, действительно, других комплексных корней, то есть все комплексные корни синуса исчерпываются все теми же известными, да, он уезжает дальше, как бы его, вот, график синуса, график модуля синуса можно посмотреть в интернете где-нибудь, такая, как бы, фигня, которая вот тут, вот, как бы, она в ноль приходит, а потом она от нуля уходит всегда. То есть ноль только в этих точках. Ну, а тогда, как бы, если бы он был многочлен, он просто был бы равен этому выражению. Но дело в том, что это выражение не имеет смысла. Мы не можем здесь раскрыть скобки и получить что-нибудь дельное, к сожалению. Вот. Получится какие-то бесконечные суммы, даже при коэффициенте, там, допустим, х. Ну, при любом коэффициенте начинается, там, при х-кате какой-то, начинается сложение каких-то чисел, ну, просто, ну, и хрен знает, что с ними делать вообще. Поэтому Эйлер придумал, что надо делать. Эйлер написал так. Синус x на самом деле равен не такому, а другому. Он взял и поделил везде на π, чтобы не мешало, и перевернул еще. Получилось x на 1-x делить на π, 1 плюс x делить на π, 1-x делить на 2π, 1 плюс x делить на 2π, и так далее написал. Говорит, ну, вот, все равно же корни те же самые, но напишем так, чтобы имело смысл. Тут уже будут, как бы, какие-то возникать большие степени, и при сложении, ну, как бы, есть гораздо большая надежда на то, что все хорошо. Вот. Ну, по крайней мере, видно, что и левая функция, и правая имеют нули в одних и тех же точках. Вот. И дальше, как бы, вопрос, там, правомерности такого написания, да? Да, 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 все поделил, да, на π везде, во всех скобах, да. Да, и как бы знак, да, знак тоже поменял. Значит, правомерность, правомерность не установлена, но, однако, верить можно, в общем, похоже, корни, по крайней мере, в этих точках. Но, оценим, точнее, вычислим, вычислим коэффи ци энд при х в кубе. Для этого сделаем следующее. Напишем еще и сгруппировал. Синус х равно х, а дальше, ну, дело в том, что вот это на это, это разность квадратов. Значит, это 1 минус х квадрат делить на π квадрат. Следующий будет 1 минус х квадрат делить на 4π квадрат. Дальше будет 1 делить на х квадрат, 1 минус х квадрат делить на 9π квадрат. И так до бесконечности. Теперь вопрос. Как здесь вычислить коэффициент при х в кубе? Как это сделать? Если я раскрываю скобки в этом новом выражении, то есть я х должен умножить на что-то одно, и ото всех из этой скобки я взял вот это, а из остальных я беру единицы просто обязательно, иначе у меня х будет уже в степени большей, чем куб. То есть х я взял, а еще ровно от одного места взять х квадрат. Но тогда у меня сколько таких вариантов? Ну, бесконечное количество вариантов. Я каждый раз беру х из одной из скобок, а из остальных беру все единицы. И тогда получается, что при х в кубе стоит со знаком минус следующее выражение. 1 на пи квадрат плюс 1 на 4 пи квадрат. Чувствуете, пахнет жареным, да? Плюс 1 на 9 пи квадрат плюс так далее до бесконечности. И это, безусловно, сходится. По крайней мере, это меньше, чем 2, поэтому при делении на пи квадрат это еще и меньше. Вот. То есть это совершенно конкретный коэффициент при х кубе. Но дело в том, что синус, я знаю, ведь так чему равен. На самом деле он не многочлен, но он ряд. И ряд этот имеет вид х минус х кубе на 3 вкатериал плюс х пятый на 5 вкатериал и так далее. Это ряд Маклорена или Тейлора в нуле для функции синус х, которые, в общем, учат школе, учат школе, учат школе, да? Ну, правда, не в каждой школе. Да, но в некоторых школах, безусловно, учат. Вот. Что синус – это вот такая вот штука. Ряд для синуса. Ну, по крайней мере, во всех учебниках вот она точно есть, такой ряд для синуса. Соответственно, вот это выражение, оно должно совпадать, вот как бы, домноженное на х куб, да? Должно совпадать с этим. То есть при х кубе на самом деле стоит, но это значит равно минус 1 вкатериал. И все, да. Терема доказана. Вот. То есть это должно быть равно минус 1 вкатериал. Соответственно, мы проясняем, даже смысл этого, то есть пи квадрат дведить на 3 вкатериал. Вот ответ для этой суммы. Что это именно из-за факториала происходит. то есть это равно минус 1 вкатериал, но одновременно это равно вот такой сумме, а значит, пи квадрат дведить на 6, ну, знак заменяем везде на плюс, пи квадрат дведить на 6, как раз равно сумме обратных квадратов, вот, что и требовалось доказать. Вот, как бы доказать, да. что и требовалось как бы доказать. Вот, вот такая вот, вот такая формула. Ну, подробности, да, подробности, конечно, можно изучить там где-нибудь в серьезных книгах по матанализу, а по крайней мере, вы будете знать приблизительно, откуда это взялось. Вот это взялось отсюда. Так, значит, ну, вот я, на самом деле, в течение последних 15 минут хочу перейти уже к доказательству иррациональности числа пи. Так, это мы все устраняем. Если какие-то вопросы есть там из чата, а, в принципе, да, 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 если можно включить, как это называется, вы все замьючены, но можно размьючить сам в них себя, да, размьючить и что-нибудь спросить. А? Можно написать, да, то есть тут мне сразу передадут, Женя передаст мне любой вопрос, который там будет. Так, ну что же. Итак, теорема. Теорема. число пи иррационально. То есть не существует натуральных а и б, ну, понятно, что пи положительно, поэтому речь идет о натуральных, таких, что пи равно а разделить на б. не существует никаких двух целых чисел, дающих в отношении друг к другу число пи. Доказательство естественно проводится от противного. Доказательство от противного пусть все-таки пи равно, предположим, что пи равно а разделить на б. Значит, план доказательства достаточно длинный. Сейчас будет предъявлена бесконечная последовательность функций. Эти функции обладают следующим свойством. Интеграл от каждой из них в пределах от нуля до пи будет целым числом. Он будет очевидно положительен из того, что мы делаем. Ой, там какой-то дзынь. Все нормально, да? И он будет стремиться к нулю. То есть противоречие будет получено следующим образом. Если это верно, то будет предъявлена бесконечная последовательность функций с убывающей площадью под кривой в пределах от нуля до пи. С убывающей к нулю площадью, которая при этом должна оставаться целым числом. Да, да. Надо сказать, что доказательство проиррациональности проводится более-менее так же. Там указывается просто некий хвост, который больше нуля стремится к нулю и должен быть целым все время. Но там это просто в один ход. А здесь это в долгую последовательность ходов. Но идея та же самая. То есть мы предъявляем последовательность чисел, которая стремится к нулю положительно и при этом целая. Ну и вот собственно и все. Это и есть противоречие. Раз это противоречие, значит с самого начала ничего такого не могло быть, а не могло быть только в случае из такого разложения. Ну что ж, тогда поехали. Значит сразу предъявляю последовательность функции, чтобы интриги не было большой слишком. А вот доказательство уже потом. То есть последовательность функции будет такая. Функция там кси n от x будет иметь вид x в n на a минус b x в n делить на n факториал. вот последовательность функций при n равно 1, 2, 3 и так далее. Вот. Окажется, что вот такие. Есть листочки, да? Ну нет, там просто приближается к самому качеству. Ага. Там тоже дали доказательства? Нет. А. Вот. Значит, вот про эту последовательность функции мы и будем доказывать. Ну, просто доказывается, что площади будут положительные и стремиться к 0. А сложно доказываться, что они целые. Значит, почему они положительные? Давайте нарисуем просто графики этих функций и посмотрим на них внимательно. Значит, прежде всего они нас интересуют только в пределах от 0 до а9 на b. Ну, в принципе, я просто, ну, как бы заявляю, что нас они интересуют только в этом пределе, в этом пределе, а9 на b по предположению как раз это пи. Как равно пи плохо выглядит вертикально, да? А b, которое, как предположено, на самом деле и есть число пи просто. Вот. И видно, что первая функция хвенна, она вот сюда вот растет, да? Вот она отсюда вот досюда растет до пи в степени n. А вторая функция, она она устроена ровно наоборот, она растет отсюда до а в степени n. Ну, и вообще говоря, тут это а может быть сейчас безумно по размеру, ну, то есть, как бы, если пи было, например, там 20 секстиллионов делить на 30 там квантиллионов с лишним, то, соответственно, функция очень далеко уедет бесконечно. Да. Это x квадрат. То есть, при равно 1 это x, потом это x квадрат, потом это x кубе. x. А здесь, соответственно, да, если это а минус bx, ну, она вот падает от а к нулю в точке пи. При x равно пи получается как раз ноль. Вот. То есть, он вот так, в другую сторону, просто рисован в другую сторону. Значит, соответственно, приемно начать изгибаться, приемно больше единицы, прямая, потом, значит, так, вот так, 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 постепенно изгибается, ну, и каждый раз все выше и выше, ну, понятно, здесь вообще говоря, мы понимаем, что оно должно быть очень большим. Вот, если бы, конечно, вообще такое было. Вот, да, он куда-то туда уходит, но, дело в том, что я его снизу убиваю с помощью n-факториала. А n-факториал убивает любые степени. Пи, оно равно чему-то, вот, а делить на b при каком-то фиксированном а. А с ростом n не меняется. Оно вот, может, оно и, конечно, совершенно безумное, типа 10-40, но оно одно и то же. А для любого числа, вот, тут я пользуюсь, пользуюсь, пользуюсь леммой, леммой, что для любого вещественного числа предел приема стремиться к бесконечности c в n единице на n факториала равен нулю. Вот, вот это я предлагаю, в качестве упражнения. Я бы доказала. Что? Это не так, нет, она не будет убывать, она вначале будет расти. То есть, это последняя функция, она не будет прямо вот, а, я сказал, что она убывает. Терминально убывает. Терминально. То есть, я действительно, с самого начала сказал, что они убывают, да? Они не убывают. Они в конце начинают убывать. Да. Миша прав. Значит, совершенно верно. Я чуть-чуть обманул. Эта последовательность функций, она совершенно не обязана убывать в начале, более того, и не будет. Я думаю, убываем по максимуму. Ну и максимум тоже, в начале будет расти. Максимум все равно будет начать расти, да. Не уверен, не знаю. Честно говоря, не знаю. Нет, я знаю только то, что начиная с какого-то N, вот это начинает убивать все, что сверху. Только это. Только что начиная. Но если они все целые, это все равно противоречит. то есть не важно, как они ведут себя в начале, важно, что с момента какого-то знаменатель перебивает все, потому что понятно, что по модулю, да, модуль, модуль Пси, Их не больше Пи, да, поэтому модуль, да, модуль вот этого выражения нигде не может быть, он нигде на отрезке, да, везде на отрезке, меньше или равен Пи в N умножить на А в N, да, делить на N фатериал. Поэтому модуль, то есть модуль Пси n от X стремится к нулю. Мне не нужно, чтобы на тонна, это неважно, это неверно. Но он стремится к нулю, прием стремится к бесконечности, но отсюда и интеграл стремится к нулю в пределах от нуля до Пи функции Пси n от X по D X тоже стремится к нулю. Прием стремится к бесконечности. Интеграл стремится к нулю, ну да, фактически он как бы вот на Пи просто умножается, модуль умножается на Пи, да, он меньше, чем модуль умноженный на Пи. То есть мы как бы его зажимаем в тиски сверху, мы его этим прессом, да, таким гидравлическим прессом вдавливаем в ноль. Вот, постепенно. И эта площадь всегда положительна, потому что функция, это очевидно, везде внутри ноль Пи, ну, больше нуля, вот просто по ее форме, по тому, как она написана, она везде больше нуля. И эта вот шапочка, да, такая, ну, несколько шапочек, не важно, я даже не буду доказывать, что у нее ровно один максимум, хотя на самом деле это верно. Вот. Но даже если у нее несколько максимумов, важно, что она, как бы, она вот, ей заведомо заказано жить только вот между вот этими вот двумя линиями, и эта линия, она ее сжимает в толь. Все. Поэтому, понятно, да? Примерно. Вот. То есть, соответственно, получается, что первую часть мы установили. Мы установили, что последовательность вот этих функций, она стремится, значит, интеграл, интеграл от этих функций, то есть площадь под их кривыми, под кривой этой функции, стремится к нулю и всегда положительно. Вот. Ну и, как бы, теперь ясно, что это значит, что не может такого быть, что при всех n это целое число. Вот. Поэтому, значит, теорема, или как ее назвать, теорема уже была, ключевое утверждение, назовем так, ключевое утверждение. Ну да, наблюдение довольно резво будет сказать, потому что наблюдать, мы будем, это долго. Вот. Это, завтра мы и так начнем с полчаса наблюдения этого. Вот. Итак, ключевое утверждение для любого n, 1, 2 и так далее, для любого натурального n, интеграл от 0 до π x в n на a минус bx в n делить на n факториал, ой, прошу прощения, мне придется на синус умножить, принадлежит z. Я прошу прощения, мне придется умножить на синус, но вы не обидитесь, потому что синус никак не влияет на исходное утверждение. Он также себя ведет с действием положительной, да, он не зануляется между 0 и π, вот, то есть даже я тут напишу, что также в дополнение, да, что интеграл от 0 до π, cn от x синус x под x также прекрасно заключен между 0, ну, короче, больше 0 и стремится к 0, прям стремится к бесконечности, потому что модуль вообще никак синус не затронул, да, он только меньшего сделал. Вот, итого, вот у меня, значит, с одной стороны эта последствия функции, если ее умножать еще на синус, ну, синус вот так вот здесь выглядит, она будет вжиматься в 0, будет положительный, значит, интеграл от нее, всегда положительный, и вжимается в 0. И это уже просто доказание. Ну, по модулю вот этого утверждения, которое я всем предлагаю проверить, это такой существенный факт из теории пределов, ну, как больше, ну, да. Вот. А вот это, это не два куска торта, что называется. Это вот, это сложное утверждение, которое, собственно, мы завтра и будем доказывать. Но я могу дать на дом одно упражнение, которое поможет войти в курс дела. Упражнение, упражнение, написать формулу для катой производной произведения двух функций. И сравнить с виновым Ньютона. Вот. Вот на этом мы сегодня и завершим. Дело в том, что мне нужно будет вот эти две функции, которые в числителе. В общем, мы эту формулу применим для f равной x веной и g равной a минус bx. Вот. Ну, может быть, кто-то уже даже сам и добьет все. Вот. А завтра продолжим. Есть ли вопросы, комментарии или кто-то увидел, где я, допустим, ошибся. Так тоже бывает довольно часто, особенно на канале. Маткульт. Привет. На самом деле, ну да, да. На самом деле, это вообще доказательство очень нестрогое. В нем очень много пробелов. И с кратными корнями, безусловно, пробел. И с тем, что, ну, допустим, может быть, мы знаем, что других корней нет, это мы знаем из комплекса в анализе. Но в целом, сама правомерность записи, что вот если многочлен не имеет кратных корней, и мы перечислили все его корни в комплексной области, тогда он раскладывается в произведение. Но для ряда это уже ни в каком смысле нельзя утверждать вот так. Еще раз напоминаю, что из того, что π равно а делить на b для целых, ну, для натуральных чисел а и b, будет следовать будет следовать две несовместимые вещи, то есть два, как бы, противоречивых друг другу утверждения. Так, я сейчас нащупаю, какой из фломастеров прям лучше всех. Вот, наверное, вот это пока, по крайней мере. Вот. И одно из них, из этих утверждений мы вчера просто уже доказали. То есть вот эта вот функция psi n от x, которую мы построили, имеет вот такой вид, и, очевидно, с ростом n прижимается к земле, и даже если ее на синус еще подкрутить, домножить, то она все равно вместе с синусом прижимается к земле, прижимается с ростом n, так, что ее площадь очевидным образом стремится к нулю, но при этом все время остается положительной. Это мы установили. А теперь мы докажем, что эта площадь всегда будет целым числом при любом n. И это будет, очевидно, противоречить, так сказать, стремлению к нулю. Вот. Значит, и я в качестве упражнения задал вот такую задачу. в данном случае понятно, что f – это x в n, а g – это вот вторая, это наша тоже многочлен, а минус b – x в n. Вот. Что это такое написано? Так же. Ну ладно, так же уберем. Вот. И, значит, формула выглядит вот так, и доказывается, она, конечно, просто по индукции. Приводные ремни этой индукции такие же, как у бинома Ньютона, поэтому получается бином Ньютона. То есть, как бы, так сказать, если что-то выглядит, как бином Ньютона при n равно 1, например, да, при n равно 1, это f'g плюс f'g'. Вот. Я утверждаю, что при любом, значит, то есть, при n равно 1. Если теперь я беру любое кат, то я утверждаю, что это f'к'тая производная умножить на g просто, плюс csk по единице, опять csk. Сплошной csk. csk по единице fk'1 на g, плюс так далее плюс что же штрих конечно да спасибо огромное во так цейска по эльф к минус ильтая производная же эльтая производная и так далее собственно до неминуемого финала в виде f же катая производная да вот здесь вот здесь тыс к пока ну да я просто его убрал то что он есть вот значит это доказывается по индукции если в начале выглядит как бином ньютона и если индукционный шаг тоже приводит к следующему шагу минова значит и будет обидно теперь что мне на самом деле нужно мне понадобится только мне нужно только то что и уже катая производная равна целочисленной комбинации вот этих выражений мне на самом деле совершенно не нужно знать что это цешки мне просто нужно знать привет заходи вот формула для производной к ты производный произведение двух функций повторяет бином ньютона просто вот но мне достаточно просто знать что это какие-то целые коэффициенты допустим значит альфа там к на f к т же плюс альфа к минус 1 f к минус 1 же штрих плюс так далее вот такая вот схема понять какой сломастеров лучше всех мне нужно будет только целая численность вот этих вот коэффициентов которые здесь стоят но и сама форма что я вот так вот их беру значит теперь я что буду делать я буду вычислять значения значения вот этой вот вот этой функции то есть к ты производной исходной функции но при к равна нулю это просто исходная функция потом первую производную вторую и так до бесконечности то есть при любом к буду вычислять значения в двух точках в точке 0 и в точке пи а точка пи напоминаю предположена рациональной вот и конкретно это вот именно а делить на b который входит сюда и буду вычислять значения на хвостах и сейчас мы с вами убедимся что они будут всегда целые вот вот это вот значит это удивительное поведение вот такой вот функция удивительное поведение такой функции то есть вот это выражение при ф равно экстренной а же равно а минус b и экстренной она значит приведет целочисленности значений всех производных начиная с нулевой производной то есть самой функции и ничем не заканчивая то есть до бесконечности в двух точках в точке x равно нулю и в точке x равно ты которая как мы предполагаем а делить на b вот как это узнать ну вот как бы как это увидеть давайте выпишем производные вот этих двух функций вертикальный ряд вот здесь еще видно будет видно да вот на сейчас я выпишу и мы это просто поймем сразу что что здесь происходит мы просто это поймем то что тут проще проще вот так схематично это изобразить может быть до конца строго не выписывать но мы просто увидим увидим реально на картине что будет происходить а здесь номер производной мне нужен нулевой 1 2 и она и очень важен и все остальные вот и напоминаю что все это происходит как сказать при любом на при любом к да то есть это как бы это 2 параметрическая штукенция да то есть у нас есть некоторые при этом мы фиксировали что одна функция равна xn и другая минус b xn и дальше уже для этих двух фиксированных функций мы берем каты производные где к равно нулю к равно единице к равно 2 и так далее к равно n в какой-то момент появляется и к больше n вот значит теперь что у нас происходит здесь стандартные формулы значит x в n и n x в минус 1 и она n минус 1 x в минус 2 а n факториал на x и внимание n факториал здесь а минус bx в n и n b ну плюс минус ну минус ладно а минус bx в минус 1 накапливается кроме н к потому что я должен еще внутреннюю взять производную от внутренней функции дальше там n qn и n минус 1 b квадрат а минус bx в степени минус 2 я понимаю что здесь нифига не видно зума но но я надеюсь что эти производные все умеют вычислять да этот вот плюс минус но пофигу как бы там плюс или минус n факториал бвм на x о конечно на минус bx и наконец наконец финально финально у меня здесь минус плюс n факториалов на бв точно вот теперь точно правильно да теперь вот а дальше а дальше 0 forever до скончания веков в обоих колонках так теперь я а значит теперь я собственно начинаю вычислять значение в точке 0 производной ну как бы нулевая производная точки 0 равна нулю первое тоже потому что это это на это плюс это на это у меня все время x еще как бы не умер у меня а можно даже вот что сделать а вот здесь в точке 0 а здесь точки пи укажем значение вот вот так вот вот в точке 0 это все 0 0 когда ли 0 да а в точке пи это пивен и там что-то на пиво минус 1 и и дадо-дадо-дадо-дадо-дадо-дадо-да-да-да-да-да-да-да-да-да в общем-то nf2 done apple вот все будет 0 а в точке 0 они а вены накапливают а вены там минус nb на а в-м минус 1 ну и в конце концов вот доходит Значит, теперь давайте пытаться понять, в какой момент вообще появляется неноль и чем он будет в этом случае еще. Что значит неноль? Да, правильно, потому что пока все, вот, иксы за нуляют, да, все. Что? В нуле, да, то есть в нуле, да, ну вообще до неной производной никаких шансов на неноль нет нигде. Однако, как только производная становится номером н, у меня происходит и в нуле, и в пи некоторые как бы конкретные явления. А именно, в нуле, вот эти все равны нулю, а вот последний, n факториал на а минус bx в n, даст значение n факториал умножить на а в n. То есть, fg, n производная в нуле, равна n факториал на а в n. Запомним этот факт. Конкретно он нас интересует в той связи, что у нас не просто целое число, а целое кратное n факториал. Вот что важно, потому что, напомню, что на n факториал нам придется делить. И целая численность после этого сохранится. Да, теперь там, там чуть-чуть хитрее. И вот почему. Там пи возводится в n, но b в n убивает весь знаменатель напрочь. То есть, значит, что происходит при вычислении в пи? В пи вот это значит все ноль, вот это все ноль до вот этого шага. Вот это не ноль, вот это на это будет не ноль в пи. Это пи в n, а это плюс-минус n факториал b в n, вот. И, соответственно, пи это а делить на b, по предположению. Значит, а в n делить на b в n умножить на b в n и на n факториал. Значит, соответственно, fg n производная в пи равна плюс-минус а в n на n факториал. То есть, то же самое, только со знаками. Так. n плюс первая производная. Что происходит в n плюс первой производной? Да, значит, сейчас. Вот, значит, n в нуле, но это все ноль, да? Да, да, да. А он у меня попадает на... Так, значит, куда он попал-то у меня? Первая производная справа с правой стороны, да. Ну, да, здесь опять получается... Ну, тут все вот эти числа целые автоматом вообще. Вот. А здесь вылезает с n факториал. То есть, про производные в нуле и все... И дальше тоже, значит, следующий, 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 следующий. Они все будут умножать вот здесь какое-то целое число на n факториал. Вот. Ну и как бы двоенная производная будет вовлекать вот такой член. Все остальные... Вообще нулей будут. Ну и двоенная производная, даже двойной, этот n факториал. Но это как бы меня не интересует. Важно, что делимость n факториал... То есть, вот это вот как бы... Здесь делится на n факториал все, и никуда от этого не деться. Потому что все нули и один n факториал. Поэтому при сочинении комбинаций вот таких будет n факториал вылезать. Чуть-чуть хитрее здесь. Здесь мне надо убивать π в какой-то степени. Но дело в том, что единственный не ноль в точке π уже содержит знаменатель в максимально возможной степени для убийства всех знаменателей вот здесь. Да, знаменатели тут начинают уменьшаться. Это даже xvn убивает, потому что xvn минус первый, там bn минус первый будет стоять. Ну вот, вылезет b, вылезет b квадрат, вылезет b в ку. И опять, опять, вот что надо видеть, что все время этот n факториал. Все время. То есть, утверждение стоит в следующем, что при любом n от, значит, нуля до бесконечности, при любом k от нуля до бесконечности, k от производная от произведения двух функций f и g, измеренная в точке 0 или в точке π, будет целым числом кратным n факториал. Все. Я хочу сказать, это самое сложное утверждение в доказательстве рационального числа π. Извините, можете повторить, пожалуйста? Ну, в сущности, мы его полностью разобрали, да? Вот. То есть, все остальные вполне понятны. Это было, это, кстати, это же, наверное, сохраняется, да, все? Потом, посмотришь, там мы доказывали, что эта штука вжимается в ноль. Я думаю, что ты знаешь. n степень делить на n факториал. Вот. И, соответственно, вот это вот мы вчера доказали. Да, сейчас, соответственно, вот мы вывели из очень пристального внимания к тому, как ведут себя эти производные, прямо очень пристальное внимание, вывели, что у нас целочисленность не просто гарантирована, но и целочисленность умноженная на n факториал гарантирована для любой производной, любой степени, при любом n и любом k. Ну, а, соответственно, вот в этом выражении при делении на n факториал сохраняется целочисленность всех производных, всех степеней, измеренная в точках ноль и пи. Итак, итак, значит, итак мы имеем итог. Итог. А, ну, собственно, да, пока промежуточный итог, промежуточный итог, да, промежуточный итог состоит в том, что, значит, кси-н... Весь, вообще, от начала до конца или вот этого факта? Давайте, может, от начала до конца повторить, что мы имеем, да, сейчас, да, я сейчас выпишу, значит, вот, что мы имеем, да. А, принадлежит z, значит, при любом n и любом k и z+. Ну, я могу написать из натуральных чисел, если считать натуральные числа начинающими сестра, как это часто делают в логике. Итак, значит, итак, 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 итак. А в z плюс, ну, тут, да, вот по-разному, но, в общем, вот, 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 вот если вот так, то точно. Так, значит, итак, сейчас ключевое, да, значит, ключевое, вот на этой доске почти все есть. Сейчас я напишу, вот, и последняя, последняя будет, последняя, значит, последняя лема, она такая. Если g от x многочлен, с целыми коэффициентами, если g от x многочлен, а мне нужно или нет? Нифига не нужно, что с целыми коэффициентами. Более того, он еще и не с целыми. Мне не нужно. Просто, вот, если g от x, это многочлен, вообще, вот, просто многочлен. Такой. Что? Да, блин, где же... Это, ага. Что для... Что для... Такой, что для... Вот, все, все хорошо. Такой, что для любого ка, больше или от нуля, ка, тая производная g при x равно нулю и π, целая, то интеграл от нуля до π g от x синус x под x целый. Все, да, все, все, все. Ну, вот, собственно. Вот теперь все, да? Вот все ключевые выписаны. Только вот это еще не доказывают. Все. С самого начала, да? Именно идейно, идейно. Так. Идейно. Поехали. Итак, если кто-то, значит, там, вчера, может быть, позже пришел, или вот сегодня с нами первый раз, да? Значит, итак, идет доказательство иррациональности числа π. Естественно, как это обычно бывает, доказывается это от противного. То есть предполагается, что π является числом рациональным. То есть отношение двух целых, а так и положительное число, то отношение двух натуральных. Итак, предположим, что есть натуральные числа а и b, такие, что их отношение равно π в качестве. Тогда рассматривается вспомогательная функция вот такого вот вида. xvn умножить на a минус bxvn и делить на n-факториал. Эта функция является многочленом, во-первых. Во-вторых, она очень просто устроена. Это мы взяли обычную степень и степень, центрированную в π. Потому что при x равно π, вот это вот обнуляется. Они друг навстречу другу вот так растут на отрезке от нуля до π. Все это происходит на отрезке от нуля до π. И они друг навстречу другу вот так растут, и, соответственно, в произведение дадут некую шапочку. Ну, там, то, что это одна шапочка, верно, но надо доказывать. Мне это совершенно не нужно. Мне нужно только одно, что это положительная функция на отрезке от нуля до π. И, очевидно, она не превосходит, да, непрерывная, положительная, не превосходит π в n умножить на b в n, ой, на a в n, да? На a в n, наверное. Да. Значит, нигде не превосходит этого числа, ограниченное им сверху. И, следовательно, равномерно, как говорят математики, стремится к нулю, при n стремится к бесконечности. То есть это бесконечная последствия с функцией. И чем выше номер n, тем, то есть не превосходит числитель, не превосходит π в n умножить на b в n. А вместе со знаменателем эта штука вжимается в ноль, потому что факториал забивает любую степень со временем, n-ную степень любого числа. Соответственно, вот эта вот планка верхняя для этой функции, она все ниже и ниже, и фактически эта функция при очень больших n мало отличима от нулевой черты просто. И, соответственно, очевидно, что если я ее домножу на стинус, который вообще в пределе от нуля от этницы весь, то она только еще понизится. И очевидно, что вот этот вот интеграл, вот этот интеграл, да, от нее, вот я пси-н ее обозначил, пси-н от x вот эту функцию, а интеграл от вот этого, значит, выражения, пси-н от x на синус x под x в пределах от нуля до пи, во-первых, конечно, положительный, да, он непрерывно и больше нуля во всех внутренних точках, значит, интеграл строго больше нуля. Вот, а с другой стороны, в силу того, что она вжимается в ноль сверху с ростом n, этот интеграл становится к нулю. Итак, мы построили кривую функцию, функциональную зависимость, многочлен, причем, которая обладает тем свойством, что, значит, многочлен, точнее, последовательность многочленов с ростом n, последовательность, бесконечная последовательность многочленов, и они постепенно вжимаются, врастают в землю, как говорят, постепенно вжимаются в землю, и это просто означает, что интеграл, значит, от этих многочленов до множенных на синус по dx стремится к нулю. Вот, это то, что мы вчера доказали. А дальше я вдруг, как гром среди ясного неба, объявил утверждение, что на самом деле этот интеграл будет оставаться целым при любом n. Это, очевидно, противоречит предыдущему утверждению и, следовательно, опровергает то, что π – рациональное число. Но это еще нужно доказать. То есть для того, чтобы это доказать, мы аккуратно проанализировали, как ведет себя производная от произведения двух функций, причем производная любого порядка. Выяснилось, что это как беном Ньютона. Это уж сегодня, да, выяснилось, что это как беном Ньютона, но при переходе с этого ничего не изменилось. Но самое главное, что это целочисленная комбинация производных разных порядков f и g. Причем, ну, каких разных? Ну, вот нужно аккуратно отслеживать, каких именно. То есть вот так, как с многочленами. Все как с многочленами. При перемножении многочленов та же история. То есть сумма каких-то коэффициентов, суммы равны данному числу. Вот, то есть n-ная производная. Если я беру первую производную, это вот это на это плюс это на это. Если вторую, это на это плюс это на это плюс это на это с коэффициентами целыми. Ну и вот я стал изучать значения вот такого вот производных этого произведения в точках 0 и π. И вот тут мы обнаружили фантастический эффект, что в сущности вот это вот производные все равны нулю, кроме n. А эти все равны нулю, кроме n-ной. Причем эта n-ная в обоих случаях, в первом случае она просто кратная n-факториал, и это у нас достаточно. А в втором случае не только кратная n-факториал, но еще включает b в степени n, и этот b в n-ный убивает нам значения в π, которые не целые. То есть значения в нуле здесь у этой колонки точно целые, и они домножаются, когда надо на n-факториал. А значения в этой колонке домножаются на π в n-ный, но π в n-ный убивает знаменатель b в n-ный, начисто, во всех степенях, в n, в n-факториал и так далее. И остается все равно целое число, умноженное на n-факториал. То есть у этой функции и в самом деле все производные, вычисленные в точках 0 и π, всегда целочисленные кратные н-факториал. А значит у πn все производные во всех порядках в точках 0 и π целые. И теперь мне осталось только доказать такое утверждение, что если некоторый многочлен обладает тем свойством, что все его производные, начиная с нулевой, то есть с него самого, Ну и заканчиваем последний, который к нему применим. Тут важно, что многочлен, потому что для многочлена бесконечного последствий производных, как для синуса, не будет. Он умрет, как-то концов, там его производная очередная будет равно нулю и все последующие тоже. Так вот, если многочлен обладает тем свойством, что все его производные целые, в точках 0π, то на самом деле оказывается, что и площадь вот этого интеграла от 0 до π же от х синус х под х будет целой. И как только я это докажу, я поставлю ширину точку, и доказательство иррациональности числа π будет завершено. Ну что же, это на самом деле проще всего остального. Это в один ход буквально. Ну, это требует трюк, который в школе не везде проходит. Это называется интегрирование по частям. Это такой, как бы, совершенно стандартный трюк из матанализа. Ну, я даже не буду его доказывать, я просто попишу, как он выглядит. Вот. Интегрирование по частям проходит в матшколах. Миша, тебя проходили, да, конечно? Ничего, ничего, сейчас я напомню. Я не предполагаю, что его знают. Вот. Да, это все вокруг одного и того же, да. Значит, на самом деле, за это великолепное доказательство я хочу поблагодарить замечательного популяризатора математики в интернете Бориса Брушина, который его опубликовал у себя на канале. И он там даже, он даже для тех, кто не знает интегрирование по частям, специально еще 10 минут рассказывал альтернативный путь. Ну, как бы, но я думаю, что проще изучить интегрирование по частям, и все. Вот, значит, итак, интеграл от нуля до пи, g от x sin x под x равен интеграл от 0 до 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 0 перенеся все в ту сторону и взяв производство. Ну да, здесь я так и делаю, просто синус очень легко угадывается. Синус – это производная от минус-косинуса. Ну, соответственно, я должен в тех же пределах, здесь как бы, ну, в пределах, вот если от альфа до абета это все происходит, то вот эта штука тоже измеряется от альфа до абета. Вот, соответственно, здесь я должен от нуля до π померить выражение минус g от х косинус х, так, и вычесть, двойной минус сейчас даст плюс, вычесть интеграл от нуля до π g штрих от х минус косинус х от х. То есть косинус теперь я освобождаю от d, d засовываю в g. Но если я d засунул в g, то получается g штрих. Плюс, значит, здесь возникает из двух минусов, а это что? А это на самом деле, так как косинус в нуле 1, а в π минус 1, аккуратно, не путаясь в знаках, это g от нуля плюс g от π. Вот, дважды минус каждый раз появляется. Тут двойной минус, а там двойной минус. То есть минус вот это взять в π. Минус g от π умножить на косинус π, то есть на минус 1, это дает g от π просто. Вычесть минус, минус это взять в нуле, минус на минус дал плюс, косинус дал 1, g дал. Вот, вот эти целые, я напоминаю, по условию, потому что от нуля начинаем. А тут двойной этот самый идет, интеграл от нуля до π, g штрих от x, косинус x под x. Вот, то есть, соответственно, ну все, да? Да, дальше, ну что-то из z, плюс это g штрих от x на d синус просто. Вот, ну а дело в том, что d синус, ну вот давайте уж аккуратненько, да? То есть что-то из z плюс в пределах от нуля до π, g штрих от x синус x, и минус, минус интеграл от нуля до π, g штрих от x, косинус x под x. Правильно? Синус, синус, что это я? Синус, конечно, вот синус был, синус остался. d синус, да, значит это минус g штрих. Так, вот это ноль просто, потому что синус обнуляется и в π, и в нуле. Значит, это просто, g от нуля плюс g от π, минус интеграл от нуля до π, g два штрих от x синус x под x. Ну а дальше, дальше понятно, g от нуля плюс g от π, минус g два штрих от нуля, минус g два штрих от π, плюс интеграл от нуля до π, g четыре штрих, от x синус x под x, потому что ясно, что будет ровно то же самое. Ну и пошла, поехала, значит, по кочкам. g от нуля плюс g от π, минус g два штрих от нуля, минус g два штрих от π, плюс g четырежды от нуля, плюс g четырежды от π и так далее. Ну, и все, потому что тут важно, что это не бесконечная последовательность, последовательность, потому что в какой-то момент очередная производная всего, то что это многочлен, начисто сгорит и просто получится ноль, ну, ноль, да. То есть очередной интеграл, да. Нет, нет, просто интеграл-то мы берем в конкретных пределах просто. А в конкретных пределах мы просто интегрируем ноль, изменяем функцию ноль площадь дней. Вот, соответственно, у нас получается просто некоторая конечная целочисленная сумма, знакопеременная, да, целых чисел, то есть целое число. Все. Противоречие налицо. Так, что пишут? Не пишут? Катарсис, значит. Катарсис. Катарсис, да. Перерационально, теперь мы это все знаем. Да, и не так уж сложно. Ну, интегрирование по частям, ну, там, как производные себя ведут. Ну, то есть это такой, абсолютно такой горимый матан первого курса. Это вполне можно на первом курсе рассказывать. И все в качестве повышения мотивации к изучению математики, да, как сейчас принято это называть. Вот так, иррационально спим. Фух, стираю все, да? Все стираю, и начинаем, начинаем разговор про число е. Первый замечательный предел. Сейчас, синус х, деда на х, это первый или второй? Второй. А первый, если пеникс, минус один, деда на х, да? Ну, да. Ну, да, в общем, сейчас, да, сейчас будут они. А я никогда не помню, какой из них, насколько замечательный, и номера не помню. То есть они, конечно, замечательные, но на береге не помню. Еще у меня как-то в какой-то момент обнаружилось, что я не помню, что называется принципом Бальца на Вельштрассе, но когда мне его сформулировали, я его тут же доказал. То есть тут как бы это самое, очень много имен, и по-моему, это то, что из последствий ограниченной в конечном мерном пространстве выделяется сходящаяся. Может и нет. В общем, там куча таких вот утверждений, которые все можно очень легко доказать сразу, но вот имен, я их не... Да, я имен не помню. Так, как-то там, нафийский, как пространство Паули. Пространство Паули выяснилось, что это просто С квадрат. Ну, двумерное комплексное линейное пространство. Я говорю, что за бред? Зачем его называть пространством чисел Паули? Может быть, мы и назовем обычные вещественные числа числами Постникова. Это у нас легче тогда бы Постников. Вот, Салатеев сейчас выгоняю из Каласа. Прекрати. Так, ну что, вот оно Е. Что ж такое Е? Задача. Да. Задача. Жил-был один пьяница. Вот. Не появилось вопросов про Пи? Тогда переходим к Е. Пьяница, да? Задача. Жил-был пьяница, и он всегда доходил до некоторой черты, ну и в алкогольном смысле, и в физическом тоже доходил до черты. Это такая канала, от которой до его калитки, его дома, оставался ровно один метр. Он у канала всегда сказал, так, начинаются математические эксперименты. И шагал вперед, значит, делал шаг случайной длины, равномерно распределенный шаг, равномерно на 0,1. их. Вот. Я не попал. Так, назад он не шел, нет, он шел только вперед. Он делал вот еще один шаг, опа. Ну и в некоторых случаях он говорит, о, я попал себе домой. Написываю, два шага. Пил он каждый день, эксперимент был каждый день. Провел очень-очень много экспериментов. И когда он примерно через 30 лет завязал бухать, он подвел итог под 10 тысячами своих экспериментов. И оказалось, что примерно 2.7, 1, 8, 2, 8 шагов требуется, чтобы попасть в точно слишком большая, да. Ну да, физики убью через карту. Е2, Е2 вот так бы получилось. Хорошо. Вот, в общем, задача это сейчас мы решим и получим ответ Е. Так, для того, чтобы ее решить, она не очень простая на самом деле, надо подойти к делу так. Вот что такое мат ожидания? Мат ожидания, да? Мат ожидания количество шагов. У меня есть, ну, как бы некоторые реализации, что потребовалось ноль шагов, потребовался один шаг, потребовалось два шага, три шага, четыре и так далее, да? Ну и вообще, если там, ну, понятно, что случайно выпало, что они такие маленькие-маленькие, да, то очень много потребовалось. То есть, здесь нет никакого предела, и, ну, если здесь мы вероятности знаем, P0 равно нулю, конечно, P1 тоже равно нулю, вероятность того, что он за один шаг попадет, ну, как бы, если он сделает шаг один метр, но это сам по себе факт нулевой вероятности. Вот. Здесь уже совершенно не ноль, и, ну, как бы, вот тут уже даже не поймешь, как вычислить на самом деле, поэтому я сейчас буду вычислять по-другому, но напишу, что это P2, это P3, P4, ну, и мат ожидания, да, мат ожидания величины наше число шагов, да, мат ожидания, оно по определению равно 0 умножить на P0, плюс 1 на P1, плюс 2 на P2, плюс так далее. Так вот, я предлагаю на него посмотреть по-другому, заодно как бы сдружиться с теорией вероятности. Смотрите, я сейчас забираю все вот эти P1, P2 и так далее, все до бесконечности в один, скобка, дальше прибавляю от P2 до бесконечности скобка номер 2, понятно, да, то есть, идея такая, что мат ожидания такая лесенка, вот, как бы, если у меня много шагов, выпало, умножается на какие-то P, а я вот такими слоями все снимаю, вот таким, да, получается, это на самом деле называется преобразование Мебиуса, если я не ошибаюсь, нет, Абеля, Мебиус совсем другое, это преобразование Абеля степенных рядов, что-то похожее, да, или вот так, а, ну да, Лебега и этого, и Риммана, в общем, я вот этими группами суммирую, и теперь я хочу только правильно их назвать, то есть, и здесь суммы будут уже по, ну, как бы, я недомножаю на количество шагов, которые выпало, я просто говорю, что вот такая сумма, это тоже мат ожидания, конечно, при условии, что все это как надо сходится, ну, вот, то, что все это как надо сходится, это как бы, то, что я не буду сейчас обсуждать, то есть, я предполагаю, что все прекрасно сходится. Боюсь, что при бесконечной дисперсии все равно все полетит. То есть, мат ожидания может быть конечная, а дисперсия бесконечная, и тогда может все полететь. Это, значит, это корень, ну, среднеквадатическая, ну, короче, нет, дисперсия не корень, это квадрат, это мат ожидания квадрата расстояние до дисперсии, до мат ожидания. То есть, вот, мат ожидания, да, это просто, ну, вот, в среднем, то, что в среднем, а дисперсия, это насколько сильно скачет вокруг среднего, и измеряется через мат ожидания расстояние до мат ожидания. То есть, какое мат ожидания у квадрата расстояния до мат ожидания? Вот это мат ожидания квадрата расстояния называется дисперсией, может быть бесконечной. И в этом случае полная задница просто вообще, то есть, Все терверские методы сразу пристают работать. Сейчас я совершенно не уверен, что будет работать, если дисперсия будет бесконечна. Но я думаю, что если она конечна, то все действительно оправдано, можно доказать. Но тогда это что такое? Это шанс, что шагов строго больше нуля, плюс шанс, что шагов строго больше единицы, плюс шанс, что шагов строго больше двойки и так далее. Правильно, да? Что это такое? Это что шагов потребовалось два, что три, что четыре. То есть просто эта сумма – это вероятность того, что шагов потребовалось больше, чем один. А это того, что больше, чем два даже. Так вот это, оказывается, можно очень легко вычтеть. Вот. Очевидно. Потому что мы это утверждаем, да. Вот. Значит, что значит, что шагов больше двойки? Вот я сейчас хочу написать. Это значит, что сумма их длин меньше единицы. Шагов больше двойки. Что значит, что шагов больше тройки? Очевидно, ровно то же самое, только их теперь три. Шагов больше L. То же самое, что их сумма первых L шагов. Меньше единицы. А теперь надо понять, какую долю всех мыслимых экспериментов занимает соответствующая территория в соответствующем пространстве. Здесь это квадрат. Первый и второй шаг распределены равномерно. Меньше единицы – это ровно одна вторая, очевидно. Поэтому следующий член мы легко выписываем. Это одна вторая. Дальше. Вот это куб всех реализаций первых трех шагов, всех мыслимых реализаций. А это то, что называют симплекс, но в школе это называется тетрайдер. Это тетрайдер, это плоскость, вот сюда и сюда, надо на нее натянуть вот такую плоскость, такая пирамидка. Да, это неправильный тетрайдер. Ну и вот, так сказать, объем вот этой фигуры с помощью интегрирования легко вычисляется. Одну треть, да. Одна вторая, да, одну треть. Да, без всяких интегрирований. Да, вот, то есть одна шестая. Ну, а дальше то же самое. То есть тут нужно просто представить себе энмерный куб всего лишь. И в энмерном кубе, ну, как бы, объем, ну, просто каждый раз на 1 ем домножается, на 1 ем домножается, и все, что было до этого. В силу свойства размерности, вот то, что 3, вот это вот одна треть, потому что у пирамиды площадь, объема 1 треть умножить на площадь, на высоту, да, это ровно свойство размерности нашего пространства. На плоскости то же самое была бы одна вторая. Ну, там, это много разных способов доказать. Там иногда разбивают просто на 3 каких-то куска всю какую-нибудь призму, например. Вот, ну, в общем, ну да, на самом деле для энмерного пространства там будет эн, эн пирамид, которые аккуратно заполняют целиком всю призму. А у призмы это объем как раз равен произведению энминус одмерного объема внизу на высоту. Ну, в общем, это такая, это, я бы так сказал, это такая стандартная линейная алгебра там, ну, про квадрат, да, чтобы стало ясно про остальное, на самом деле надо просто говорить про квадрат. Что такое квадрат? Квадрат – это множество всех независимых реализаций двух равномерно распределенных шагов. Вот, соответственно, вот эта точка, например, значит, первый шаг у него был очень длинный, второй вот такой. И этого ему хватило, чтобы попасть внутрь двери, потому что сумма была больше единицы. А это означает, что он очень недалеко ушел первый раз, а второй раз вообще чуть-чуть только прошел. И ясно, что сумма не достала до двери. И количество шагов должно быть больше двух, если первые два шага ни к чему не привели. А это ровно вот эта территория, ровно территория, где x1 плюс x2 меньше единицы. Вот она, то есть вот это координаты x1 и x2. И утверждение, что он не дошел, это утверждение, что сумма двух шагов не достала до единицы. Ну, сама единица меня не интересует, у нее площадь равна нулю, как у одной линии, как внутри квадрата. Вот, поэтому ровно вот две такие половинки, и меня интересует вот это событие, его вероятность одна вторая. Дальше нужно просто представить себе, как я наращиваю сюда куб, и вот одна треть будет вот здесь как бы занимать одну треть умножить на одну вторую, то есть одна шага. Ну, и дальше как бы все просто полностью по аналогии, то есть кто не очень хорошо чувствует эту многомерную геометрию, просто поверьте, что каждый раз мы домножаем на одну энную, и получается ровно тот самый ряд факториалов, ну, который хорошо известен всем, кто изучал е. Вот, то есть получается просто ответ е. Ну, пока, пока мы, получается, определили в этом смысле е, как бы, вот это е мы определили как сумму обратных факториалов. У нас некоторое время будет два разных е. Но, да, потом окажется, что они одинаковые, да, может даже три разных е посмотрим. Но вот пока у нас е это вот такое число, и оказывается, что пьяница в среднем будет именно е шагов. Так вот, теорема сразу же, теорема, что вот это е, но иррационально. Ну, да, ну то, что оно корректно определено, видно по огромной скорости сходимости этого. Да, быстрее, чем 2 в степени, ну уж точно. Вот, и тем самым понятно, что у этого бесконечного ряда есть конечное значение. Вот, а вот то, что оно иррационально, это теорема. То есть, вслед за теоремой об иррациональности числа пи, мы тут же докажем теорему об иррациональности числа е. Так, итак, теорема е не принадлежит ку, то есть е не равно а разделить на b при натуральных а и b. Ну, оно положительное, поэтому неважно, что целое или натуральное. Доказательства. Вы, наверное, думаете, что сейчас опять там 40 минут сегодня и 40 минут завтра, да? Ну нет, сюрприз, это гораздо проще. Это буквально несколько минут. Доказательства. Пусть е равно а разделить на b. Тогда b факториал умножить на е равно а делить на b умножить на b факториал. Ну, пока... Конечно, Пятачок, я и сам так думаю, да, сказал Виннику. Ну, то есть, оно целое, натуральное. Ну, понятно, да? Если е равно а делить на b, то b факториал умножить на е, без сомнения, будет натуральным словом. Однако, но, b факториал умножить на е равно b факториал плюс b факториал. Плюс b факториал пополам, то есть, b на b минус 1 и так далее, на b минус 3, на b минус, извиняюсь, ну, короче, на 5, на 4, на 3, да? Это я поделил на 2 факториал. Плюс то же самое... Ну, да, понятно, все время будет целое. Плюс b на b минус 1. Плюс b. Плюс 1. Плюс ничтожный хвост. Такой маленький, что ни до какого целого числа он не достает. Привет. Иррациональность е. Да, на самом деле, очень хороший момент, потому что мы только что добили иррациональности полностью. Ну, ты потом пересмотришь, что видишь, да. А это иррациональность е через определение, мы сейчас решали задачу про пьяницу, который шел к себе домой. В общем, е пока у нас это вот такое число. Пока мы больше ничего не знаем, пока для нас е это вот это число. Обратные факториалы. И я доказываю, что такое число должно быть иррациональным. Оно не может быть рациональным, не может быть отношением двух целых. И если бы оно было отношением двух целых, то, несомненно, b факториал умножить на него было бы целым. Потому что b бы сократилось, ну, еще да, умножилось b на b факториал. Но, с другой стороны, b факториал умножить на е, это вот такая вот сумма. Первые вот ее куча слагаемых до единиц исключительно. То есть до момента 1 делить на b факториал. Это просто целые числа. А дальше начинается, b факториал сокращается с b плюс 1 факториал, а то это b плюс 1, знаменатель. b факториал сокращается с b плюс 2 факториал, а то это вот такое произведение. Но вот эта вот шняга тем самым, значит, принадлежит z, значит, ну, как принадлежит n. Таким образом. То есть из предположения, что е рационально, мы, домножая на b факториал вот с этим знаменателем его, получили, что раз вот это тогда целое, да, вот оно целое. Ну, и вот это все вверху целое, значит, это тоже целое. Но оно положительное и меньше единицы. То есть здесь как бы тот же прием, но гораздо проще. Вот там эти площади вжимались в землю, а потом оказались целыми. А здесь просто вот это число, оно меньше, чем 1 на b плюс 1, плюс 1 на b плюс 1 в квадрат, плюс так далее. Вот, то есть чем 1 на b плюс 1 умножить на, значит, 1 делить на 1 минус 1 на b плюс 1. Правильно, да, я написал? Геометрическая прогрессия. Вот. Ну, и это то же самое, что 1 делить на, соответственно, b, ну, просто b, просто b, да. Вот, ну, и все. Ну, b равно единице не предлагать, понятно, что это между двойкой и тройкой, значит, просто целым числом е никак не может быть. Вот, а значит, b больше единицы, но если b больше единицы, то это не принадлежит натуральным, и все доказано. Да, да, хвост просто очень маленький. Он, с одной стороны, больше нуля, а с другой стороны, меньше, чем 1 делить на... А ты знаешь, что он будет строго меньше, чем 1? Да, строго меньше, конечно. А, ну, уже оценили. Значит, мне даже не нужно, что... Да, мне вообще ничего не нужно. Угу, угу, угу. Да. Все, значит, уже никак. Все, никак не целое, не натуральное. И все, доказали. Так, ну вот, у нас уже есть два замечательных иррациональных числа. Вот, пи, и е в его вот такой редакции. Но есть еще одно е. Ну, оно, конечно, то же самое, но оно совсем по-другому определяется. Значит, итак, продолжаем сказку про нашего пьяницу. Вот, пьяница, вот такое е породил своими экспериментами. А теперь он бросил пить, накопил тысячу рублей и придет в банк. Вот, тысячу рублей положил в банк. Он теперь не пьет. Знаете, песню, офигенную песню Шепчука «Я завтра брошу пить». Послушайте ее сегодня вечером, чтобы проникнуться. Вот, значит, итак, он принес деньги в банк и положил под 100% годовых. Его же не обманешь. Да. Под 100% годовых. Ему обещали 2000 рублей. И он даже, наверное, решил по этому поводу выпить и отметить, когда он получит назад свои 2000 рублей. Но на полпути он вдруг понял, что он поступит умнее. Через полгода он приходит и говорит, а сколько за это время накопилось? А ему вместо того, чтобы сказать, что 100% годовых не бывает, и его денег больше нет, как и говорили всем в 90-е годы, когда люди приносили, ему говорят, а вот ваши 500 рублей накопились. Ну, половина. Он говорит, во, а можно я сниму? Ну, снимайте. Взял свою 1000 назад, 500 назад, и это все на полгода. Вот, на полгода еще заложил в банк. И что же получилось у него? Он пришел, ему дают 1500 рублей плюс еще половину от этой суммы, то есть еще 750. Короче, ему дали 2250 рублей. О, говорит он, круто. Так, через год мы будем проводить другой эксперимент. Взял 1000 рублей и отнес в банк, но забрал через месяц. И получилось у него вместо 1000 рублей 1000 умножить на 1 плюс 1 двенадцатую. Потому что он всю свою сумму получил назад, да еще за месяц накопилось 1 двенадцатая, вот удвоение. Вот, но он тут же ее сунул в банк назад, тут же, да? И получилось, что через месяц он еще раз умножил это все на 1 плюс 1 двенадцатую. И так он повторил 12 месяцев подряд, повторял, и в результате он получил 1000. Да, он подумал, что он получит сейчас очень-очень много денег, но что-то как-то, честно говоря, получил он примерно 2600 или, может быть, чуть-чуть больше. О, тут даже написали, что получил он 2613. Да, он на следующий год он пришел каждый день, стал заходить, и в том году было 365 дней, и получил он через год вот столько. Ну, наверное, это уже стало ему напоминать его пьяные будни, нет, тут, наверное, восьмерки еще нет, но, наверное, 271 уже есть. И тут он почувствовал, что он находится в матрице, потому что, когда он бухал, он выяснил, что есть какое-то страшное число Е из его 300-летних экспериментов. Когда он завязал, он опять обнаружил то же самое число Е, да, вот, и вот он, значит, стал каждую секунду класть забирать, но все равно никуда дальше этого числа он не ушел. Он обнаружил, значит, предел, при n стремиться к бесконечности, 1 плюс 1 n в n, да, и вдруг, ну вот он нащупал, что он есть, да, то есть он нащупал, что никуда дальше 2718 рублей он уйти не может. Вот, еще с какими-то небольшими копеечками. Вот, и вот он, так сказать, тут в этот момент он утверждает, конечно, что эти два числа равны друг другу, и есть разные способы доказательства этого факта, и один из них стоит в том, чтобы еще усложнить задачу, и вместо числа Е сразу же строить число, функцию Е в степени Х. Вот, поэтому мы не будем заниматься доказательством этого факта в лоб, что не очень сложно, а сразу перейдем к усложнению формулировки, потому что Е, в отличие от Пи, Е интересно не только просто само по себе, а в связи с тем, что в процессе все физические, значит, явления и большинство других явлений окружающей нас среды носят, ну, как бы, экспоненциальный характер. Ну, вот, например, если вы вычислите давление на некоторой высоте H и обозначите его, это давление за P от H, P, да, P – это простые числа, но у физиков нет простых чисел. У физиков поэта давление. То оказывается, что, как бы это сказать, вот оно пропорционально всему объему воздуха, да, который над тобой находится, или просто равно ему, то есть массе вот этого объема воздуха там. Вот, но объем воздуха, это уже он же из этих же давлений и складывается, да, то есть получается, что давление на высоте H пропорционально интегралу P от X от H до плюс бесконечности P dx. Но, как бы, это приводит просто к уравнению, по сути, там, P-штрих равно минус P, если смотреть, ну, еще константы походим. То есть, и меняется давление пропорционально себе самому. Меняется давление на высоте. Оно вот здесь будет чуть-чуть меньше, ровно вот на этот вот ящичек, а это, этот ящик, его масса пропорциональна как раз давлению в этой точке. То есть скорость изменения давления пропорциональна самому давлению. И в жизни это очень часто встречается, какие-нибудь там размножаются какие-нибудь растения в воде, да, и тоже, значит, как бы пропорционально сегодняшнему количеству этих растений прирост. Все сегодняшние растения дадут потомство или там какая-то их доля. Соответственно, прирост пропорционален их числу. Значит, соответственно, мы постоянно встречаем вот такое вот уравнение и хотим научиться его решать. То есть хотим научиться решать такие вот дифференциальные, как говорят, уравнения. Ну, а из высокой науки на самом деле следует, что у такого уравнения, если фиксировать какие-то начальные данные, скажем, в точке 0, там такое-то давление, мы его можем измерить прибором, то этого достаточно, чтобы однозначно получить ответ. Доказывать я это не буду, это вы будете доказывать в университете все. То есть у дифференциального уравнения, ну, такого типового, ну, уж такого точно, ровно одно решение, если начальные данные задать. Но, как бы, если не задать, то параметрическое такое семейство решений в зависимости от начальных данных. Вот, и мы будем примерно этим путем идти, но немножко иначе, потому что идти через диффуры, так всегда предлагают в экспоненте идти физики, мы будем помнить, что это классно, но мы пойдем через алгебру. Вот, то есть мы к диффурам будем еще возвращаться, но мы хотим идти через алгебру. Что же мы будем делать? Мы будем искать гомоморфизмы. Итак, все, начинается наша дорога в экспоненты. Ищем гомоморфизмы. Из плюс в умножить в поле, ну, пока рациональных чисел. Потом в F тоже. А потом в C. Что такое гомоморфизм? Гомоморфизм по определению, таким гомоморфизмом, ну, таким вообще можно для любых операций дать определение гомоморфизма, но я вот для этого, таким гомоморфизмом служит отображение F, ну, на самом деле, в R все будет, мы будем в R сказать, ну ладно, пока в Q, с свойством для любых XY из Q F от X плюс Y равно F от X умножить на F от Y. Все. Вот, что мы будем делать. Так, это вот, это самое, такое, самое, я бы сказал, методически правильное введение в экспоненциальной зависимости, это через алгебру. То есть у меня есть две операции, в любом поле есть две операции, плюс умножить. То есть любого нормального математика немедленно должен волновать вопрос, есть ли функция, которая переводит операцию вложения в операцию умножения. Давайте про эту функцию что-нибудь установим еще до того, как даже будем знать, что она существует. Значит, ну, вообще говоря, конечно, она существует, например, F в тождество равно нуде. Вот, но как бы это не годится, ибо неинтересно. Когда я не точно уверен, пишется ли слитно или раздельно, я пишу так, чтобы можно было потом оправдаться в любом случае, я скажу. Это я имел в виду слитно. Нет, нет, я имел в виду, конечно, раздельно. А, то есть не, 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 ну, ну, ну. Все, да, все. Да. Да, в общем, я, честно говоря, вот, блин, я вроде грамотно пишу, но иногда вот я сомневаюсь. Раздельно, да? Вот так поставим. Так, отлично. Ну, поехали. Итак, вот это мы запрещаем. Этого не будет. Так, лемма. Сейчас будет целый ряд лем. Лемма номер один. А F не равно нулю нигде. Ни в одной точке. Доказательства. Доказательства. Пусть F от какого-то А да, равно нулю. Тогда для любого Х для любого Х F от Х можно представить, как F от Х от А плюс Х минус А. Ну, с этим не поспоришь, да? Х равно А плюс Х минус А. Я всегда троллю всех остальных представителей наук, других, что вот у них так нельзя, у них начнут сразу какие-то философии, а можно ли, может ли вы оправдать такую форму записи, да, там, а почему вы так сделали? А в математике вы делаете все, что вы хотите делать. Вот. Ну, да, только это, да. Если А плюс Ж и Х плюс Ж то разность, да, дробей, ну, вот как раз сейчас где-то Света изучает, да. Ну, в общем, вот. Можно? Можно. Но тогда мне могу написать, что так как для любых Х, И, И, С, Ку это верно, то значит верно и для чисел А и Х минус А. Поэтому это равно F от А на F от Х минус А. Но F от А у нас 0, а 0 на любое число равно 0, тоже надо, конечно, доказывать, но жизненный опыт подсказывает. Итак. Опять неинтересно. То есть мы опять пришли к вот этому. Если хоть в одной точке 0, то она должна быть тождественно равна 0. Дальше. Следующая лемб. Значит, запомним, запомним. Наша искомая функция, если она существует, не нулевая, то она везде от 0. Отлично. Она нигде в 0 не обращается. Так. Следующее утверждение. Лема 2. Л2. F от Х больше 0 для любого Х из Q. Спрашивайте, зачем мне было… А, нет. Нужно было доказывать, что не равно 0. Потому что сейчас я строго докажу, что больше. Так. Доказательство. F от Х равно F от Х пополам прибавить Х пополам. Правда? Дальше применяем требования. Это F от Х пополам умножить на F от Х пополам. То есть квадрат числа Х пополам. Так как мы к комплексным числам еще не перешли, то это больше 0. И так. Итак. Интересующая нас функция вся целиком должна располагаться в положительной зоне. Хотя подставлять ее, пожалуйста, можете хоть положительные, хоть отрицательные числа. Так. Далее. Коротенькая лема 3. F от 0 равно 1. Так ведут все гомоморфизмы. Или иными словами. F от 0 равно F от 0 плюс 0. Равно F от 0 умножить на F от 0. А F от 0 не равно 0, значит, можно сократить. Отсюда F от 0 сокращаем равно 1. Вот. Мы уже довольно много знаем про нее. Она такая вот. Она в 0 равно 1. Всегда. Любая такая функция, если их много. Вот. Ну, а дальше. Дальше. Значит, мы делаем следующее. Дальше мы. Так. 10-15, да, у нас конец? Сейчас 10-12. Ну, собственно, на самом деле ключевой шаг состоит в том, чтобы обозначить обозначим F от 1 за А. и мы знаем, что оно больше нуля. Дело в том, что здесь еще много вариантов. Пока еще не E. E появится, когда я все-таки перейду к этим, к дефорам. То есть, пока все-таки А. Задача на дом. Это звонок, да? Задача на дом. Существует единственное да еще для любого А ИСКУ плюс для любого А ИСКУ плюс существует единственное ИСКУ. Ёкарный бабай. Все-таки мы в КУ мы не можем жить. Жить мы будем в R, извините. В обычных вещественных числах живем. Так. Я прошу прощения. Да, все до этого, все, что было сказано, было верно. И более того, все эти теоремы верны и для всех R. Но строить надо сразу над R. И вот почему. XY тоже принадлежит R, да. То есть, на самом деле, ну, здесь, здесь можно было бы, вот в этом месте можно было бы написать еще ИСКУ, но дальше мне все равно нужно будет R. Я боюсь, что просто из КУ в КУ мы ничего не построим. Там сейчас корни квадратные пойдут. И мы покинем КУ, как только туда вошли. Вот. Но тем не менее, задача на дом. Да, и теперь, соответственно, теперь уже за А, да, и А здесь, в общем, значит, А принадлежит R. Вот. R плюс, да, но это уже, вот, оно здесь. Значит, задача на дом, тем не менее, звучит так. Для любого А из R плюс, ну, или плюс-плюс, чтобы больше нуля, R плюс-плюс. Да. существует единственная функция F из КУ, в R со свойством, свойствами номер один. F от единицы равно А, ну, и номер два. F от X плюс Y равно F от X умножить на F от Y. Да, да. После того, как эта задача будет решена и осознана, будет объявлено, что она непрерывная, и тогда она единственная на всем R. Вот, собственно, вот, так сказать, это задание. Ну, завтра мы быстро пробежимся, но вы его сами решите, оно очень простое. Постепенно вытягиваются значения в натуральных, потом в отрицательных, потом в дробных. С помощью всех тех же приемов. Всегда вот это вот уравнение нужно иметь в виду и применять раз за разом. Да. То есть будет функция фактически А в степени X. И все. До завтра, друзья, всем. А есть там вопросы какие-нибудь? Или здесь? Нету, да? Тогда завтра продолжаем. Это все положительные вещественные числа. А R+, то есть R+, это от нуля до бесконечности, а R++ это луч открытый. Ну, на самом деле, как бы это совершенно не общепризнанное обозначение, то есть это... Ну, как бы... Да, тут просто важно... Ну, просто что отрицательных нет. Значит, итак, мы изучаем функции f из R в R со свойством, что f не тождественный 0 и что f от x плюс y равно f от x умножить на f от y. И мы уже знаем, что f от нуля обязательно равно единице, что f всюду больше нуля. Ну, и мы, значит, обозначили... f1 обозначили за число a. И тогда однозначно достраивается до f из q. Ну, к сожалению, в R в q не получится просто по причинам, которые мы сейчас поймем. Вот. То есть достраивается до отображения заданного на рациональных числах, на дробях, то есть на, как говорят в математике, всюду плотном подножстве веществных чисел. То есть на таком подножстве, что куда ни плюнь, всюду это число есть. Куда ни плюнь напрямую, там всегда где-то в любой бесконечно малой окрестности, в сколь угодно малой окрестности найдется рациональное число. И после этого мы, понятно, что сделаем аналогом требовании непрерывности и немедленно получим, как бы тут уже не будут подробностей никаких, но понятно, что после этого мы тут же получим f из R в R. Вот. Ну и дальше, как бы, схема такая. f от 2, это f от 1 плюс 1, то есть f от 1 умножить на f от 1, то есть а квадрат. f от n натурального. Пока не видно причин, почему мы должны вылезать за пределы даже натуральных чисел, но как бы потому, что пока мы имеем дело с очень специальными числами, а именно с натуральными, и каждый раз мы получаем, что, соответственно, можно представить в виде 1 плюс 1 и так далее n раз. И воспользовавшись индукцией как бы с этим свойством, получаем, что это то же самое, что f от 1 умножить на f от 1 умножить на f от 1. То есть f от 1 возведенный в n-ную степень, то есть а в n-ный. Вот. Дальше. Дальше происходит ровно то, что происходит в хороших школах, когда вводят степень с отрицательным и дробным показателем. А именно, говорится, что, ну, чему должно быть равно f от минус 1? Чему оно должно быть равно? Ну, как бы, оно должно быть, значит, что такое a в минус 1? Чему это, как бы, да, должно быть равно, говорим мы. Ну, наверное, оно при умножении на a в 1 должно давать a в 0, да? Вот. Ну, а 0 при умножении на a в 1 должно давать a в 1. Ну, и так вот мы, как бы, постепенно, да, Получаем, что на самом деле от отрицательных, вот так я запишу, от минус 1 умножить на f от 1. То есть вот это выражение, f от этого равно, а умножить на f от минус 1. Но с другой стороны, это f от 0, то есть единица. Поэтому f от минус 1 равно 1 разделить на а, ну а это ровно и называется а в минус 1. Ну и дальше совершенно ясно, что f от минус n будет также совершенно равно а в минус n, то есть 1 делить на а в n. Но это все еще дробь, но уже не целое число. Вот. Однако теперь, если я хочу узнать, чему равно f от m разделить на n, я, ну, в принципе, да, можно 1 делить на n, а можно сразу n делить на n. В принципе. Потому что мы все целые, привет, строим, строим отображение, значит, экспоненциальное, показательную функцию строим. Вот. То есть если у нас f от 1 равно а, я доказываю, что уже я для любого рационального числа однозначно получаю, чему оно должно быть равно, если вот этому правилу следовать. То есть если вот это вот выражение равно x, то тогда f от m, f от m, это ведь f от m разделить на n плюс m разделить на n плюс так далее плюс m разделить на n. И это все n раз. То есть опять такой трюк один и тот же все время. Трюк один и тот же. Вот. И мы получаем, что это должно быть равно f от m разделить на n в степени n. То есть равно x в степени n. Но мы получаем, с другой стороны, f от m мы уже знаем, мы это вывели вот здесь. То есть это а в степени n. Да. Ну, x как n положительное число, а m любое, да, и а в m ты, в принципе, да, если оно отрицательное, мы его здесь выводим. Я имею в виду, что... Значение. Корень отрицательного. Да. Да, 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 правильное замечание, что все положительно, все. Значение положительное, это мы вчера еще выяснили. Вот. Следовательно, мы имеем, что f от m делить на n больше нуля, да, так как вчера уже это доказали. И при этом, значит, ну, то есть вот это x, x, да, x равный f от m больше нуля, и x в n-той равно a в степени n. Ну, от этого, из этого просто следует, что x по определению равно корень n-той степени из a в степени n, а это ровно то, что, ну, называют a в степени n на n, ну, в школе, вот. То есть мы полностью разобрались с рациональными числами, ну, и здесь вот эти корни пошли, поэтому здесь уже мы не можем гарантировать, что мы попадаем обратно в рациональные числа. То есть функция с этим свойством, она продолжается однозначно на рациональные числа, но область ее значения уже служит не рациональные числа, а, ну, некоторое подмножество, простите за выражение, алгебраических чисел. Но что это такое, мы сегодня обсуждать не будем, наверное. Вот. Ну, вещество-то, короче, для простоты. Равномочных сент. Да. Вот. Значит, что мы делаем дальше? Ну, дальше мы понятно, что делаем. На самом деле, если a было больше единицы, то ситуация будет выглядеть вот так у нас и будет представлять обычную функцию a в степени x при рациональных. Ну, так как рациональные живут напрямую и везде, то есть правильно было бы сказать так, что в любой окрестности любой точки находится рациональное число, хотя бы одно, а на самом деле бесконечное количество, то значение в остальных точках однозначно явно, что определяется по непрерывности, но для этого надо доказывать непрерывность определенной вот этой функции, вот этой a в степени m9 на n, непрерывность этой функции на подмножестве рациональных чисел. Если она уже на нем будет разрывна, то мы вообще проиграли. Вот. А вот если она будет непрерывной на множестве рациональных чисел, то тогда мы ее однозначно переносим на r. r – это некая возня стандартная для матаназиса. Абсолютно стандартная. Абсолютно переносим на рациональные структуры. Да. Это верно. Но если мы ее по непрерывности будем продолжать, тогда повышат единицы. То есть существует продолжение. То есть у любой функции непрерывной на рациональных числах, да, существует продолжение непрерывного на r. Но существует также и куча других продолжения разрывного. Единственное, что нужно. Нет, здесь много чего надо проверять, это правда на самом деле. На самом деле, вот в нашей школе 57-й на построение, формальное построение функции a в степени x при вещественных x уходило пара листочков, прям целиком, все проверки. И Аркадий Вейнтроп, который вел у нас, он прям настаивал, чтобы каждый, ни один шаг не ушел, не поняв каждый шаг каждого перехода. Он говорит, что это может быть вот только здесь, на мехмате на этом время мало, вы уже будете заниматься более серьезными вещами. Если вы это не появитесь сегодня, вы навсегда останетесь без понимания матанализа, будете как физики, просто использовать кривые, нарисованные на плоскости и как бы без понимания предельных переходов. Вот, ну и от такого оскорбления, да? Я шучу насчет физиков. Но, в общем, суть в том, что этот переход от зеленого к черному, на самом деле, это очень большая математическая возня. Но мы здесь для красоты сегодня. Блин. Это для них безумие. Вот. Мы сегодня здесь для красоты, а не для возни, поэтому мы игнорим вот эту вот штуку, и мы будем считать, что все, у нас эта функция однозначно определена значением в единице. И представляет собой обычную функцию, астемь в x. Есть следующее. Следующая выкладка. Вот это я стираю. Кроме графика, график красивый. И сейчас тут еще кое-какие графики. А, и кроме саморекламы, конечно, тоже оставляю. Самореклама. Пусть висит. Вот. Так. Пользуюсь случаем, конечно, надо было это сразу сказать, но я скажу это сейчас. Пользуюсь случаем, хочу сказать огромное спасибо школе 444 за предоставленную возможность вещать отсюда, имея живую аудиторию хотя бы 4 человека. Вот. И это, конечно, очень круто. Но я верю, что летом мы все встретимся по-настоящему, береги, во полянах, как надо. И т.д. Вот. Итак. Итак. Мы уже знаем, что это А в степени Х. Но я хочу сейчас еще одну вещь сказать. Вот предположим, что даже мы этого не знаем. Предположим. Предположим, у нас просто есть такая функция. И пусть мы поверили в то, что она не только непрерывная, но даже и дифференцируемая. Это, кстати, отдельная история. Тоже целый листочек про ее монотонность, дифференцируемость. Там много раз, бесконечное количество раз. Вот. И так далее. Вот. Но предположим, что мы просто знаем, что она дифференцируемая, и у нее такое свойство. Вот я предлагаю обнаружить некоторый интересный, мгновенный вывод из этого, связанный с ее производной в любой точке. Итак, пусть есть такая функция, да, и пусть она, вот мы оцениваем ее производную в какой-то точке, f' от x0, допустим, да, в какой-то точке x0. Значит, пусть ищем. По определению, вот смотрите, что сейчас будет происходить. Сейчас будет некоторый эффект очень интересный. По определению, f' от x0, и это предел, да, предел при там h, маленьком, стремящемся к нулю, f от x0 плюс h минус f от x0 делить на h. А теперь, как говорится, фокус-фокус, f от x0 плюс h по определению этой функции, да, по требованию этой функции, по ее главному свойству, на самом деле равно f от x0 умножить на f от h, правда? Вычитаем f от x0 и делим на h. Понятно, да, дальше f от x0 вылезает у нас за знак предела. Этот предел существует тогда и только тогда, когда существует вот этот, и, соответственно, из дифференцируемости, да, здесь будет единица, но единица – это это от нуля, правда? Вот. И то, что написано здесь, это производная в нуле. По определению. То есть я снес производную в любой точке вот такой функции, я снес в производную в нуле. Если существует производная в нуле, то эта функция дифференцируема всюду. Если она хоть где-нибудь существует, то она дифференцируема в нуле. Эта функция либо вообще нигде не дифференцируема, либо дифференцируема везде. Вот. Но вообще нигде не катит, потому что монотонная функция, монотонность доказывается довольно просто, она, как известно, почти везде дифференцируема. Поэтому я уже бесплатно доказал, что она везде дифференцируема. Таким вот странным образом, да? То есть если функция обладает этим свойством, и если мы ее по непрерывности продолжаем на все вещественные числа, они только рациональные, то тогда она монотонна. Что очень просто доказать, потому что она сохраняет монотонность из монотонности на рациональных числах. На рациональных это очень просто. Пару оценок. Будучи монотонной, как учат в продвинутых курсах матана в листочках главных школ Москвы, Питера и Казани, т.д. Монотонная функция, она почти все дифференцируема. Надо доказать это очень такое... Но это несложное, на самом деле, это свойство. Вот. И, соответственно, где-то она дифференцируема. Но если она хоть где-то, она в нуле дифференцируема. Если в нуле, значит везде. Все. Значит, эта функция везде дифференцируема. И более того, удовлетворяет вот такому вот уравнению. Значит, получается, что производная нашей функции пропорциональна есть самой. И это физики любят... Физики любят это брать как определение показательной функции экспоненциальной зависимости. Именно это свойство. То есть, f' пропорциональна f. Коэффициент пропорциональности, производная в нуле. Это вот физическое... Это то, что... По-моему, мы вчера чуть-чуть этого коснулись. Что есть физический подход к построению экспоненты, к построению показательной функции. В частности, давление у нас был этот эффект. Давление на высоте. Изменение давления пропорционально себе самому давлению. Да, значит, давление падает по формуле А в степени минус высота. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть неправда. Но в целом это очень близко. То есть, если ты наложишь замеры на разных высотах, они очень хорошо ложатся на эту кривую. Вот. Ну, там наверху начинается, бог знает что, скорее всего, из-за ветров уже. Вот. Ну, и потом, нет, здесь тоже, естественно, климат. Вот сегодня пришел к нам циклон, да, это 730 или 740, да. А потом антициклон придет, будет 770. Вот. Здесь колебания, конечно, будут. Но в целом вот, в целом у нас есть такой, значит, закон, который в основном работает. Ну, и вот с размножением всяких возрастей тоже самое. Ну, и мы видим, что это свойство физики, ну, как бы физики его наблюдают в природе, а мы понимаем, что оно следует из алгебры. А когда что-то следует из алгебры, это гораздо круче, чем из природы, понимаете, да, меня? Вот. То есть, одно дело, там что-то в природе наблюдали, а другое дело, вывели из великих законов, прямо вот таких, как гомоморфизм, плюсы и умножить, да, из этого выводится, что такая функция должна быть, обладать этим главным свойством, что ее производная пропорциональна ей самой. Так, а вот теперь, теперь сейчас мы перейдем к третьему определению числа Е. Вчера у нас было два определения числа Е. Первое, какой-то из основных пределов, да, номер один, как он там называется? Первый замечательный предел, да. А, значит, второй, да? Да, первая задача с пьяницей и второй замечательный предел. У нас было два определения числа Е. Второй замечательный предел – это просто пьяница, который протрезвел и таскал деньги в банк. Вот. Первый, то есть… Вот. Теперь будет третье определение числа Е. Итак, мы видим, что вот эти функции А в степени Х обладают свойством А в степени Х штрих пропорционально А в степени Х, с каким-то коэффициентом пропорциональности. Все они. То есть, разные только коэффициент пропорциональности здесь. Вот тут, значит, для любой такой функции, значит, какая-то константа, которая зависит от А, умножить на А в степени Х. Константа зависит от А, и это не что иное, как производная вот этого графика в нуле. То есть, ну, наклон, тангенс наклона в нуле. А какой тангенс самый веселый? Какой тангенс будет самый веселый? Ну, понятно, что самый веселый. Заходите, заходите. Присоединяйтесь. Давайте. Вот. Ух, мы сейчас, ребят. На весь день хватит, да? Это будут страшные сны сняться. Экспоненция. Конечно! Правильно делают. Правильно делают. Какая самая замечательная из этих кривых? Та, которая здесь идет под 45 градусов. Потому что 45 градусов – это такой вот угол крутой. Да, у него тангенс равен единиц. Под ноль тоже есть такая кривая. Тоже, кстати. Ну, мы ее, наверное, тоже исключим. Она неинтересная, да. А, мы исключили. Нет, ноль исключили. А вот единицу мы… На самом деле, единицу мы не исключили, да, еще пока. Один в степени Х мы пока не исключили. То есть, ну, на самом деле, действительно, это один из вот этих самых вот так. У нас пучок вот таких вот кривых происходит. И, соответственно, вот… Да, и среди них есть одна выделенная кривая, которая здесь проходит под углом 45 градусов. Это та самая функция, дифференциальное уравнение, для которой выглядит так. f' равно f. без константы. Так вот, определение числом е называется то число а, при котором соответствующая функция идет под 45 градусов, и, соответственно, вот. То есть, такое число а, что φ' равно единице. Е – это такое число. Просто по определению. То есть, иными словами, е – это такое значение в единице, чтобы попасть в него по графику нашей показательной функции, мы могли с угла 45 градусов. в нуле. Вот. Такое определение е. Вот у нас уже есть три определения е. Три. Да, конечно, конечно. Конечно, надо доказать, что они эквивалентны. Значит, итак, вот у нас… Сейчас мы здесь выпишем. Значит, е – это такая функция в степени x, что ее производная равна ей самой. То есть, такое число а, что производная функция в степени x равна ей самой. Это число… Одновременно это сумма вот такого ряда обратных факториалов. И одновременно это предел при n стремиться к бесконечности. 1 плюс 1 n в степени n. И нужно, конечно, постепенно установить, что это все одно и то же. Ну что ж, давайте это сделаем. Это будет опять сделано, скажем так, «красоту» мы сохраним, а многочисленные проверки опустим. Как обычно, да, у нас тут для красоты, да, школа Рогородского, она для красоты. А для проверок – это уже занятия в школах, по всех там ежедневные, выполнение заданий, прорывание через кучу лем и т.д. Итак, доказательство, на самом деле, будет, как ни странно, очень простым. Давайте запишем просто такую функцию φ от х и ψ от х. Две функции. φ от х равно 1 плюс х плюс х квадрат. Делить на 2 факториал плюс х в кубе. Делить на 3 факториал плюс так далее. А φ от х – это предел. При n стремиться к бесконечности, 1 плюс х делить на n в n-ой степени. Вот, да. И что мы с ними сделаем? Я могу двумя разными способами доказать, что обе они равны e в степени х. Двумя разными способами. Один из способов будет состоять в том, ну, один такой топорный, вот он совершенно топорный, но мне понадобятся, на самом деле, оба, потому что при переходе к комплексным числам второй, не топорный, будет играть ключевую роль. Итак, топорный метод. Давайте возьмем от них производную и убедимся, что она равна им самим, и начальные условия тоже соблюдены. Значит так, φ штрих от х равно, чему бы вы думали, 1 сгорело, х превратился в 1, х квадрат на 2 факториал превратился в х, х кубе на 3 факториал в х квадрат на 2 факториал. Круто, да? Ну и дальше, что я здесь опустил? Я здесь опустил вообще адскую работу по доказательству, что это можно делать. Я же взял производную не суммы двух или трех функций, а бесконечную, конечно, функции. И когда я беру производную от бесконечной суммы, это означает, что я взял предельный переход по одному параметру, это в производной, да, от чего-то, где заложен уже предельный переход по другому параметру. И когда я написал, что это то же самое, что сумма производных, это я взял предельный переход по второму параметру, после предельного перехода по первому параметру. значит я не буду объяснять почему в данном случае это можно вместо этого покажу почему на самом деле это как бы не всегда можно вот и для этого используется пример арнольда памяти арнольда пример памяти арнольда пример вот его бы сейчас 10 класс есть понял куда вот они делись они же вроде не осилит жалко я бы сейчас пример памяти арнольда любой осилит хоть 10-летний ребенок смотрите какой пример есть бочка в ней ну например вода и дыра вот здесь размера эпсилон а мы наблюдаем в течение времени t то есть мы берем дырявим на эпсилон и наблюдаем течение времени t получается объем в баке как функция от двух переменных размера дыры но квантовыми эффектами пренебрежем эффектами кстати поверхностного натяжения я тут гораздо более важный эффект это эффект поверхностного натяжения да вот семилетний юра спрашивает почему водомерки не могут проваливать не проваливаются под воду да вот и пришлось объяснять что дело в поверхностном натяжении что вода она для него она выглядит как какая-то упругая перина по которой он скачет это представить довольно сложно значит соответственно пренебрегая и квантовыми эффектами и ну то есть всеми современными да такая абсолютно свеческая вода вакууме вытекает через дырку даже размера 1 на 10 сотой атома да там вообще откусить его вот и тогда значит у нас есть следующее что у нас есть как бы два утверждения первое что для любого епсилон больше нуля предел в от епсилон т при т стремится к бесконечности равен нулю мы проделали дырку положительной величины зафиксировали именно ее то есть зафиксировали дырку и пронаблюдали бесконечно долго понятно что вода вытекла так а теперь для любого т ну там сколько угодно большого ну тоже будет больше 0 но неважно здесь как бы имеете ввиду сколько угодно малых здесь сколько он большой предел при епсилон стремится к нулю в от епсилон т равен ну пусть это единица время зафиксировала дырку уменьшаю контекстов на тот момент когда вода не успеет быть и контекстов даже одна чуть-чуть покапает вот а а теперь смотрите что это означает это означает что предел при епсилон стремится к нулю предела при т стремится к бесконечности в от епсилон т да 0 вот у нас у нас при любом епсилон дает константы а предел при т стремится к бесконечности предела при епсилон стремится к нулю в от епсилон т равна полная бочка вот и вы видите да что нельзя переставлять пределы нельзя поэтому вот это вот надо делать очень аккуратно и это только как бы вот я хочу просто обратить на это внимание в данном случае под это там весь 19 век занимался обоснование математического анализа то есть эйлер гаус фигачили так не глядя вот а потом пришли из деревья с компанией сказать так мы сейчас будем наводить здесь порядок вот это нам непонятно риман там но в общем весь трасс весь трассов говорит абсолютно сходящей среды на здоровье делать с ними все что хотите интегрируйте дифференцируйте и т.д. но если ряд функциональный ряд сходится как-то косо криво там знака переменная дрянь то можно получить на выходе любое там начинается куча контр примеров вот здесь все сходится абсолютно это очень хороший ряд очень ну и соответственно берем вторую берем вторую функцию это же устанавливаем про нее то же самое берем производную берем производную а второй функции что такое все штрих от x и опять мы нагло вводим предел ну вот предел внутрь предела вводим штрих 1 плюс x на n в н-ный штрих ну то есть как вот вот здесь сомнительные здесь сомнительно так чему равно что тут внутри у меня как взять производную от вот такой сложной функции нет н и он на один плюс x на n в минус 1 еще чуть забыли да потому что сама эта функция имеет производную моменту производной сложной функции но у меня убивается 1 нт при спокойно и остается предел прием стремится к бесконечности просто 1 плюс x на n в минус 1 а эти пределы очевидно равны потому что предумножение на 1 плюс x на n вот ну да да умножим на единицу которую вот так представил введем обратный получим старый ну да да ничего не меняет да да здесь здесь даже наверное проще можно вот в общем вот такая штука нет хотя все равно надо разбираться предел это все все равно нужно дать матанализ так или иначе ночью у нас есть две функции таким свойством фи от 0 равно 1 очевидно в обоих случаях просто подстановка до прямой предел единицы или сумма где только одно все от 0 равно 1 дальше значит вот это вот есть степени x от 0 а тоже равно 1 и в степени 0 да и при этом значит все они фи штрих равно фи си штрих равно пси е в степени x штрих равно есть степени x ну все значит они все три совпадают согласно а значит я на самом деле пока вообще я вот это пока прям даже вот этого пока нет это пока нет есть просто по определению номер три то есть здесь есть определение номер три вот вот это я из третьем не из этих двух то есть это а то самое а при котором а в степени x имеет наклон единица и если это то самое а я даже напишу а пока вот то самое как то самое которое как бы равно я но про это я пока ничего не знаю ничего не знаю это пока то для которого вот это наклон равен 45 градусов для этой функции тоже по определению просто по определению а в степени x штрих равно в степени x в нуле единицы в тушани все все эти функции проходят через один и поэтому три функции вот такая вот такая и вот такая удовлетворяет одному и тому же дифференциальному уравнению да да а я еще не совпадают все три функции а про еще не знаю вот но то что они совпадают следует из основной теорема дифференциальных уравнений которые тоже не доказывают строку то есть это такая длинная-длинная теорема через сжимающее отображение доказывается но в общем не не кусочек торта как говорится вот но тем не менее она действительно верно и здесь мы тут же получаем что все три функции совершенно одинаковые все эти три но дело в том что если так если е в степени x это вот эта функция и е в степени x это вот эта функция то е это е в степени 1 а тогда ей ответ ответ это третий способ мне дал сразу то что эти два тоже равны я могу даже не доказывать вот так вот но можно на самом деле было в принципе флот доказать что это это одно и то же путем аккуратного раскрытия вот этой вот вот этого выражения биномиального и стремления к пределу это кстати упражнение вот это отличное упражнение упражнение доказать в лоб что 1 плюс x делить на n в n предел при стремиться к бесконечности равен 1 плюс x плюс x квадрат на 2 факториал плюс x кубе на 3 факториал и так далее до бесконечности то есть что эти две функции совпадают можно доказать из лоб для этого надо применить бином ньютона или ньютона мином ньютона и аккуратно проследить что с ним будет происходить при растущем n и здесь будет постепенно очень новый как бы шаг за шагом вот это что здесь написано будет приближаться к тому что здесь первом как бы первом отрезке вот и это все в длине и будет и все ближе к этому первому отрезку но и в результате на самом деле понятно что он просто полет на конца и так для любого x более того для любого x из комплексных чисел доказательства не будет различаться потому что речь идет о взятии модулей там сравнение по модулю когда речь идет о сравнении модулей неважно подставлять вещественные или комплексные числа вот отлично и того у нас есть уже вот такое многообразие на определении числа е и функции в степени x а еще конечно я обещал второе доказательство давайте я его обязательно намечу потому что она значит сейчас мы на самом деле переходим к числам комплексным потому что нам нужно комплекса экспонента мы хотим завершить доказательства формулы курс завершается доказательства формулы е в степени и пи равно минус единица строгим доказательством эту формулу и так как говорят е в степени и фи это обозначение для косинус фи плюс и синус ну извините какого хрена это как в пятом классе там вы знаете любое число однозначно раскладывается на множители простые стоишь сюда там до перестановки до их ну почему-то ну так надо так так природа ну как это как а несколько раз да 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 не сказали да но на самом деле к сожалению если честно то мы сейчас очень математики до конца сами это не понимают потому что это не очень простой материал но мы пытаемся сделать так что понимали все как бы наш ответ такой не понимают поймут кто-то говорит не понимают уберите их поставьте экран а наш ответ не такой нет надо долбать и долбать людей надо мучить тогда они вырастут над собой вот ну что смотрите второе доказательство я сейчас докажу что обе функцию удовлетворяют функциональному соотношению то есть не переходя к производным и дифференциальным уравнением и так утверждается что фиат x плюс y равно фиат x умножить на фиат или давайте попробуем это увидеть что такое фиат их список это 1 плюс x плюс y плюс x квадрат плюс 2 x y плюс y квадрат это два факториал да ну и давайте какой-нибудь типовой тут x в n и да ци из n по 0 x в n плюс ци из n по 1 x в минус 1 y плюс так далее делить на факториал и еще так далее так вот теперь мне нужны факт вот эти штуки нужны в форме в которой их наверное присутствующие точно должны знать формула для ци из n по эль да да вот такая формула есть знаете да и и вот значит теперь свои тем факториал тут сократится и получится что вот в этом месте стоит такая шняга x в n значит x в n и делить на n факториал плюс x в n минус 1 делить на n минус 1 факториал y делить на 1 факториал плюс x в n минус 2 на n минус 2 факториал y квадрат на 2 факториал все 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 n минус к факториал умножить на y к ты делить на к факториал и так далее ну и я просто хочу сказать следующее что дальше я должен проверить что я имею право так умножать ряды то есть если бы это были перемножу вот это x их с квадрат на два факториал x кубе на 3 и кwart ль и так далее перемножаю на 1 плюс y плюс y квадрат на 2 в катериал плюс и кубе на три факс willstari али так далее и я что если бы это были многочлены но пока 8 закончилась то получилось ровно вот это на месте номер n это на это это на это это на этот ровно нужноしょстиста песня ну а вот то что это так можно делать с опять это доказал лишь 1 150 лет назад и мы ему верим но не со всеми рядами а со сходящимися тоже есть ну да 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 но нет никому неохота повторять пусть берешь трасс это был очень тяжелый путь ну вообще как бы он действительно великий ученый который взял и сказал что блин а вы чё творите а вы знаете это надо обосновывать и гаусс покойный сейлером и фирма вместе они как охренели тут в могилах да говорят как это мы тут работали нормально как многочленами и тут пришел в это хрен значит горы и говорит это надо обосновывать да как это так да еще когда и предупредил кучу примеров когда все не работает и с тех пор все стало делать аккуратно но здесь абсолютно сходящие середы все можно делать но еще красивее здесь вот здесь это не только красиво это это немножко это залезает уже в эту сторону довольно сильно сейчас я покажу значит да за замечу что неважно комплексно или вещественно абсолютно сходящей среды они ведутся совершенно одинаково для даже матрицы не получится подставить потому что x на y не будет равно y на x то есть я матриц можно написать этот ряд и он имеет совершенно конкретное значение это просто некоторые матрица но вот этой формулы для матриц уже не будет иметь место к сожалению а вот если мы имеем дело с каким-то коммутативным объектом да это сам общем виде это называется банахова алгебра банахова алгебра с элементами банахова алгебры так можно но я не буду в этом углубляться я просто сообщу что комплексный число никак ничего не менять так теперь здесь пусть значит вот это вот комплексно число и я хочу доказать что предел при н стремится так бесконечности один плюс x плюс y делить на н в данный равно предел при н стремится к бесконечности 1 плюс х на н в энные умножить на предел пример стремиться к бесконечности 1 плюс y перед n венный x или комплексные любые числа так ну чтобы это доказать первым делом мы конечно предел вынесем и тогда у нас здесь возникнет некое выражение ну-ка продиктуете какое 1 плюс x y вот в да и нам надо доказать что предел не изменился от добавления маленькой ты фишки деленный на м квадрат вот и я сейчас хочу провести это рассуждение потому что она очень красивая она может быть чуть более техническая да я сейчас я покажу как это сделать в один вот через через теорию групп но я не буду при этом говорить слова теории групп то есть их не будет но это будет метод теории групп прямо вот как он есть и так сейчас будем доказывать что что я буду доказывать я сейчас буду доказывать две леммы так давайте я все сотру потому что в принципе уже все понятно это все была подготовительная работа вот значит сейчас будут две лемы две лемы и они нам впоследствии пригодятся еще раз при доказательстве что если это не пи равна минус единицы ну точнее вторая более сильная лема нам при этом пригодится значит так я вот оставляю вот это и это я не хочу пока убирать это тоже не хочу но мне этого места хватит вполне мне этого места вполне итак лима один пусть а значит z1 z2 z3 так далее ограниченная последовательность комплексных чисел в том числе и вещественных если угодно предел при n стремится к бесконечности 1 плюс z n делить на n квадрат в n степени равен единице вот такая лема то есть я пока не хочу бороться с вот этим членом мне не надо будет бороться я сейчас отдельно покажу что этот предел равен единице а дальше вы увидите как из этого будет автоматом следует вот это более сильное утверждение но собственно я сразу сформулирую лима 2 чтобы было видно к чему мы идем лима 2 пусть наверное для простоты пусть значит есть с комплексное число любое а значит z1 z2 и так далее ограничено я на самом деле могу более общей форме сформулируйте таремы но я не хочу тогда тогда предел принц стремится к бесконечности 1 плюс с делить на n плюс z n делить на n квадрат в n равно е в степени с ну то есть по бритву как бы мы уже знаем что такое если вниз в частности это вот такое выражение то есть на самом деле от введения вот этой добавки ничего не будет меняться и это будет следовать из этой с помощью очень хитрого трюка е в степени комплекса число это просто по определению вот эта штука все а также 1 плюс с квадрат на 2 в 3 все это для комплекса определено также как для вещественных то есть можно говорить о существовании предела по модулю по модулю значит ограниченное означает находится в каком-то большом круге вот но ли они все бегают по кругу как кони вот бегают по кругу да они бегают по кругу это не процесс к соответственно вот такая вот такая удивительность удивительная ситуация очень это очень это очень удачная вообще в течение обстоятельств то есть добавка добавка у от единицы деленное на n квадрата от n минус 2 не меняет этих пределов никогда но следовать это будет из вот этого это вот это это к сожалению не избежать оценок здесь нужно просто разложить по биному ньютон и увидишь все убирает огромной скоростью то есть тут нужно написать 1 плюс n умножить на ztm делить на m квадрат плюс n минус 1 делить на 2 факториал ztm квадрат делить на n в 4 вот и так далее теперь мы делаем следующее а это меньше 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 похоже что мне вообще достаточно написать ztm делить на n плюс ztm квадрат делить на n квадрат ztm в кубе делить на n в кубе и все именно на мне нужно повышать то есть вот это в это я игнорю это это очень сильно их еще убивает но мне пофиг на них вот это вот важно что это меньше n квадрат поэтому n квадрат остается в знаменателе n квадрат умирает дальше будет 3 они убьются об н в кубе и н в кубе останется ну а это понятно значит тут как бы стоит просто геометрическая прогрессия для числа стремящегося к нулю вот ну то есть как бы я сейчас взял некоторые некоторые какой-то конкретно для его все это сделал оценил да значит соответственно в этот момент это меньше чем сумма этой геометрической прогрессии с коэффициентом ztm делить на n а тем более меньше чем если подставил максимум модуля вот этого d по модулин тому можно ну в общем тут можно заменить на модуль на самую большую возможную величину вот на этот шар размера d он будет у меня с каждым н все меньше и меньше и поэтому когда я ограничена и наенном шаге я просто получу оценку что это меньше чем там один плюс дедельта n да да ну и это все поедет мой то есть приветствую бесконечности все это крохой а сама выделить да 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 сама сама идет в единицу но вот так сказать это это так давайте упражнения пусть будет упражнения разобрать аккуратно вот это сделать соответствующие оценки вот видно что умирает быстро умирает значит все это в единицу все становится а вот теперь самое интересное вот теперь реально самое интересное и так это мы доказали теперь я должен доказать вот это пишем предел приветствами сек бесконечности вот этого выражения если существует он будет у меня домножен на предел вот такого выражения который точно существует если я сейчас получу в результате что при произведении будет что-то что тоже будет иметь предел то значит дом нажала на что-то что тоже имела предел потому что предел отношения двух последствий равен отношения пределу то есть я пока этого не знаю но если я сейчас получу что-то разумительное то все будет понятно что же я получу я получу предел при стремится к бесконечности скобка открывается 1 плюс с на n плюс ct на n квадрат умножить на 1 минус s 9 на n и все это в n это я засунул все в одну а дальше а дальше можно заметить что или члены деленные на n сократились плюсы с 3 минусы с 3 то тут минус с квадратный квадрат плюс это n делить на n квадрат и еще для до кучи там что-то деленное на n в клубе что уж совсем ну и понятно что вот это все ограниченная последовательность вот это вот все вместе с одной из н отсюда вот будем на квадрат 9 вот так тогда все что вот здесь ограничено есть просто константы это конечно по условию это константа на ограничено все ограничено неким кругом и мы переходим к лиме номер один предел равен вот это равно единице вот но если этот предел равен единице то обратим внимание да что вот этот предел вот как бы да да это если именно с но допустим я еще этого не знаю я просто что предел при стремится к бесконечности 1 плюс с делить на n в н и умножить на предел при стремится к бесконечности 1 минус с делить на n в абсолютно точно так же равен единице потому что тут уже вообще вылезает только с квадратным квадрат и в чистом виде применяется вот эта лима но этот существует равен е в степени минус с значит оба эти существуют но это ты так знаешь что существует и равен естик не знаю что ты трое этого ранее вниз прямо доказано то есть я не знаю про это ничего умножаю получаю что-то сходящих единицы про это все знаю умножаю получаю что-то сходящих единиц значит это сходится к обратному к вот этому но это значит тоже сходится к обратному вот этому но это есть это не значит это то же самое придел есть и ранее с вниз значит квадратичная добавка никак не влияет и мы можем заключить что в частности можем заключить что все от x плюс y равно все от x умножить на все от y то есть функциональное свойство верно и соответственно еще один способ продемонстрировать что комплексный экспонент от значит имеет все три вида ну и осталось собственно финальная финальная история про е степени и и и ну а для начала про е степени и фи для любого фи и так теорема которую в школе выдают за обозначение теорема до который в школе выдают за обозначение кстати вычитал ее в арнольде обыкновенное дифференциальное уравнение я как-то до этого момента что я недоосознавал до конца что это собственно просто не неизбежное свойство экспонента экспонента другая не может быть я степени и фи не может быть равно ничему кроме косинус фи плюс и синус фи но после того как я почитал арнольда я в последнем классе в твоем возрасте ровно и так и говорит читай а то козлом помрешь я начал считать и так теорема выдаваемая школе за обозначение е в степени и фи допусти принадлежит r тогда е в степени и фи равно косинус фи плюс и синус фи вот просто катерям ну понятно что из нее есть степени и сразу следует потому что это косинус фи плюс и синус фи то есть минус 1 плюс 0 вот но я бы мог здесь для любого комплекса вычислить экспоненту потом просто не такой красивый будет ответ там модули и углы а вот для фи вещественного это прям очень красиво и очень просто но это следует из вот этой степени и так доказательства доказательства этой теоремы до коза сель сыты в доказательство будет геометрически а мы рассмотрим круг на плоскости состоящий из комплексных чисел по модулю равных единиц и да если вдруг кто первый раз у нас нами 9 класс есть за экраном кто-то не знает что такое комплекс на число задание на дом изучить их вот но как бы если говорить очень просто и быстро то это все числа те точки под комплект на число это точка плоскости два числа складываются как векторы которые торчат из нуля по правилу параллограмма или по правил треугольника до а умножаются по некоторому удивительному правило что при перемножении двух векторов складываются углы отложенные отсюда от вот этой вот оси и перемножаются длины вот то есть вот такое правило действия с точками плоскости превращающая плоскость просто в систему комплексных чисел где вещественные лежат вас здесь а чисто мнимо его здесь вот этот братья так вот давайте напишем что такое е степени и нафи это предел при н стремится к бесконечности 1 плюс и фи делить на н в н степени не поспоришь да уже доказали так ну так нарисуем вот я поехал у меня один и вот я поехал наверх и фи да и фи этого вот сюда вот и теперь я делю вот у меня ну фи допустим вот сюда приехал ну или в обратную сторону него если фи вещественно это я поехал по этой оси ну я делю ее на отрезочках вот вот это вот будет один плюс и фи делить на 1 плюс и фи делить на н живет вот это вот это вот этот вот синий векторок вот а если я начинает расти то синий векторок вырастает сюда вот в эту ось сжимается то есть единица сохраняется никуда не девается а он будет вот сюда но он при этом военной степень должен возводиться на вот на что я делаю я пишу я пишу 1 плюс и фи делить на н и сравниваю с косинусом фи плюс и синусом фи только отделенный тоже на н то есть я отматываю фи по окружности до туда докуда он должен идти и делю на н да и тут я воспользуюсь следующим фактом что при н стремится к нулю порядок отклонения этого вектора от торчащего соответствующую точку окружности 2 то есть от 1 9 квадрат косинус да да правильно то есть косинус но по сути дела идет о том что косинус это один минус и квадрат пополам то есть косинус маленького угла да почему зимой темнеет все время поздно ой рано все время ран» темнеет всё время целый месяц подряд потом быстро быстро начинает все раньше и ранее позже позже так уйти меньше раз летать потому что косинус приблизок с просто к одинице ничего не меняет это косинус а потом раз 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 фигачить быстро потом снова кольцоuna сам становится вот таким плоским весом летом единице минус 1 сидит время там будет вот так так или вся косинус Он очень медленно меняется в районе своего максимума, ну, собственно, как и все функции вообще в районе максимума, если дифференцируемое, имеет обыкновение меняться очень медленно. Вот, ну и, соответственно, можно написать, что это от этого отличается на какую-то величину, ну, вот, значит, как бы полевее напишу 1 плюс ифи делить на n плюс от единицы делить на m квадрат. Вот, то есть я утверждаю, утверждаю, да, что разногласия, разночтение, да, между ними, разночтение между этим и этим, вот это малюсенький векторок, является константой деленной на n квадрат. Видел, да, где-то? Да, а это мы где-то уже видели. Ну, в общем, вот это вот упражнение, да, упражнение просто доказать, что вот это вот верно, что косинус фи 9 на n плюс и синус фи 9 на n, это почти тот же самый вектор, который мы в иную степень возьмем, почти с точки до n квадратной малости, до не n, до n квадратной. То, что касательно прижимается здесь к окружности. Но тогда, тогда предел при n стремиться к бесконечности 1 плюс ифи делить на n плюс вот это от единицы делить на n квадрат в n-ой должна быть равна тоже е в степени ифи по доказанной теореме. Но, раз это вот эта штука, то это то же самое, что косинус фи на n плюс и синус фи на n в n-ой, и предел при n стремиться к бесконечности. Хорошо, да? Косинус фи на n плюс и синус фи на n в n-ой, это я по окружности ровно еду обратно в эту точку. Все. Это константа. Вот это выражение просто равно внутри, вот прямо внутри вот этого всего, всегда равно косинус фи плюс и синус фи на n. n-ая степень косинус фи на n плюс и синус фи на n. Умножаем на n, угол, угол складывается. При возведении в этой степени угол у-н ряется, поэтому просто обратно сюда и придем. То есть вот это вот, вот я отступаю вверх, постепенно она сокращается ниже, ниже, ниже. Я каждый раз развожу в n-ую степень. В принципе, она куда-то разгоняется, да? Вначале там, может быть, даже куда-то далеко. Но потом постепенно она разгоняется все ближе и ближе сюда. И в конце концов, чем ближе сюда, тем больше совпадает вот этот вектор, который перманентно в n-ой степени дает вот это и все. Потому что просто, ну, как бы взяли, поделили на n, умножили на n. Вот, поэтому предел, вот этот предел равен пределу, прием стремиться к бесконечности, постоянной величины, равной косинус фи плюс и синус фи. Следовательно, это она и есть. Косинус фи плюс и синус фи. Вот. И мы доказали формулу обозначения. Вот она. Доказали совершенно строго, абсолютно, как бы, из всей науки. Ну, а из нее мгновенно, естественно, при подстановке вместо фи числа пи, мы получаем, что е в степени и пи, это косинус фи плюс и умножить на синус фи. Синус фи равен нулю, косинус фи равен минус единицы. Все. Курс завершен. Всем маткульт привет. Всем маткульт пока. Да, до встречи на канале. Если есть вопросы, задавайте. Их, даже пять минут на вопросы есть, да. Ждем вопросов, да, может быть, что-нибудь уточнить. Я могу повторить как-то вкратце, вот как мы делали, да, что мы, что в результате мы... О, так. Бумс, там что-то произошло, бумс такой. А, ага. В общем, смотрите, это такой очень короткий курс введения на бреющем полете в комплексный анализ. Вот. И в арифметику, там, связанную с экспонентами. Значит, что здесь, что важно? Важно помнить, что число е, это на самом деле, ну, такая совершенно фундаментальная константа, которая не менее важна, чем пи. Но в отличие от пи, которую все знают с самого детства, е трудно определить. Любое определение е связано с какой-то вознёй. Но для физика... Что такое е, да? Про пьяниц расскажи, это всегда заходит. Я подарил эту историю, значит, подарил... Ну, на самом деле, историю придумал Эдик Мернер из Казани, или где-то добыл эту задачу, может, даже сам сочинил. Мне подарил, а я стал её, значит, всюду рекламировать. И вот рассказал Джоэлу Спенсеру, моему коллеге из Нью-Йоркского университета, и он прям очень был счастлив от этой истории. Он, значит, говорит, что прям так заходит матан теперь у студентов. Я ему две истории подарил, а другую из книги Комбинаторика, тоже очень весёлую, за которую Рогородский меня включил с авторы. Там есть три страницы, написанных мной. Вот, я тоже придумал интерпретацию, но тут даже, честно говоря, практически никогда даже стыдно говорить. Ну, в общем, найдёте книгу Комбинаторика, сразу поймёте, какие три страницы. Заодно это будет стимул почитать её. И тоже, значит, значительно улучшилось видение в классах у Джоэла Спенсера соответствующих тем. Потому что студенты всегда стали удушевлённые, такие, ой, вот это да, так это про жизнь. Ничего себе, мы думали, тут какая-то серая, это самое. Вот так, значит, надо понимать, что для Е есть два принципиально разных подхода. Это подход через факториалы и подход через банки, да. То есть, вот как бы, это сумма обратных факториалов, но это ещё и банковский процент, устремлённый к бесконечности с частотой посещения. Дальше надо понимать, что для физиков Е – это основание для экспоненциального роста без коэффициента пропорциональности с равным единицей. То есть, F' равно F – это для физиков. Это решение уравнения F' равно F. Та функция, производная которой равна Е самой, это Е степени X. Вот, и, соответственно, подставляем единицу и получаем значение. Райгородский, Шкредов, Саватеев. Райгородский, Шкредов, Саватеев. Может быть, там в порядке алфавита, да, Райгородский, Саватеев, Шкредов. Ну, фактически написали они двое, я написал три страницы, на халяву въехал в авторы. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько у меня книг, я даже забываю часто про неё и говорю, что это только одна пока. Математика для гуманитариев, которую вот здесь можно скачать. Но это не для вас. Вам только это на ночь читать, там, засыпать хорошо. Математика для гуманитариев я имею в виду. Нет, там екция. А, про пятнашки, да. Да. Инвариант, да-да-да-да. Инвариант, да. А я даже забыл, что там было. Что их нельзя строить церковью или линейкой? Что нельзя замостить. А, да-да-да-да-да-да-да. Замостить, да. Это отдельный курс, кстати, может, летом я его посмотрим. Может быть, летом что-нибудь такое будет. Я вообще ещё не думал, что будет летом. Но надеюсь, что летом мы встретимся очно. Со всеми участниками Камбалга. В Бериндеевых полянах родных, где каждый куст знаком. Вопросов нет, да? Ну что, тогда пожелаем всем удачи. Продолжение школы. Ну, задачки вот эти полишайте просто. Ну, там, поздавайте кому-нибудь, ребят. Вот. Нормально. И, да, удачи во всём. Всем пока. Спасибо. Спасибо.